Для меня огромное удовольствие представить вам ту тему, послужать которую мы будем в течение следующих трёх часов. Тема воодушевляет защита конкуренции и охрана диссертной собственности, единственная борьба противоположностей. Данный круглый стол спонсирует фонд Сколково. Для нас большая честь и удовольствие приветствовать здесь прекрасных спикеров, ведущих специалистов этой области. Сначала я какое-то время потрачу на представление всех них, хотя уверен, что не требуется им реальное представление. Все понимают, все знают об их достижениях. Меня зовут Янис Янис, я являюсь директором Центра права экономики и общества Университетского колледжа Лондона. Работаю её также в сфере законодательства по защите актуальной собственности. Для меня огромное удовольствие и честь приветствовать здесь среди нас господина Игоря Артемьева. Он является руководителем Федерального антимонопольного сервиса Российской Федерации, службы Российской Федерации. Господин Артемьев имеет как степень научную, так и степень по юриспруденции. Учился он в Санкт-Петербургском государственном университете и был председателем службы, начиная с 2004 года. Спасибо вам огромное, что вы к нам присоединились. Он также является профессором высшей школы экономики. Для меня также огромное удовольствие приветствовать здесь Джордж Йович, который является председателем Организации по защите интеллектуальной собственности. Их ассоциация была создана в 2003 году. Ранее она служила судьёй в высшем арбитражном суде, также является профессором Московского университета и занимается сферой интеллектуальной собственности. Также для меня большое удовольствие представить вам моего старого друга, профессора Фредерико Жени. Он является председателем Комитета по конкуренции, Организации экономического сотрудничества и развития. Его прекрасно знают в кругах, в которых общаются по вопросам международной конкуренции. Также служил судьёй французского суда, а также служил вице-президентом Совета по конкуренции во Франции. То есть он обладает значительным опытом. Для меня также большая честь и удовольствие представить вам профессора Рошеля Дрейфуса из университета Нью-Йорка. Профессор Дрейфус, в частности, был моим учителем по вопросам патентного права. Много лет назад, не буду говорить вам сколько, с тех пор много воды утекло. Он также является профессором по правам, по индивидуальной собственности и по патентному праву. Занимается в центре Йоханнесбурга и обладает значительным опытом в этой сфере. В частности, связь между индивидуальной собственностью и конкуренцией. И я, например, защищал как раз работу вот по этой части. Для меня большое удовольствие также представить вам профессора Андрея Элисастикова из Ломносовского государственного университета. Экономист, соавтор первой оценки целесообразности внедрения системы электронной собственности в России. Рядом с вами вот у вас на сиденьях должны лежать отчеты. Очень интересный отчет. Я обсуждал недавно с моими коллегами в Великобритании данную работу. И приятно, что данный отчет опубликован, выпущен. Действительно, проводить оценку влияния подобного рода права и введения системы электронной собственности в страну, это всегда очень сложно. Поэтому очень интересно будет почитать данную работу. Последний по порядку на непозначимости у нас в составе нашей панели Алексей Иванов, который представляет непосредственно фонд Сколково. И является директором Департамента правовой политики и общественного развития данного фонда. Он выпускник юридической школы в Файбурге. Он проводил большое количество исследований в этой сфере, в частности, о параллелях между собственностью и конкуренцией. И есть одна секция в данном отчете, которую писал он. Там содержатся очень интересные, даже провокационные, можно сказать, мысли относительно данной параллели. Также у нас будет удовольствие выслушать. К сожалению, не смог приехать к нам сегодня профессор Бельков Асек из университета Джорджия в Вашингтоне. Он бывший председатель комиссии по торговле. Он очень известный специалист по антимонопольному законодательству. Также он занимается вопросами с сочетанием права антимонопольного собственности и антимонопольного права. Он подготовил небольшой фильм, и мы сможем посмотреть его и тем самым попробовать ответить на наши вопросы. Итак, хотел бы начать данную дискуссию, прежде всего попросив госпожу Новоселову представить текущую ситуацию вообще имущественного права в России, право индивидуальной собственности в России, как она развивалась, как был основан специализированный суд и как вам кажется будет влияние создания этого самого суда на право применения различных практик в этой области. Итак, госпожа Новоселова, прошу. Спасибо, уважаемые коллеги. Для меня огромная честь выступить в рамках этого форума и именно в этой секции в новом для меня качестве председателя суда по интеллектуальным правам. И сейчас мне хотелось бы достаточно коротко, но тем не менее я надеюсь, что это будет достаточной информации для вас рассказать о идее создания суда специализированного в Российской Федерации и о тех основных моментах, которые характеризуют особенности этого суда в нашей правовой системе. Сама по себе идея создания специализированного суда, который бы рассматривал споры, связанные с предоставлением охраны в соответствующем правам, оспариванием патентов, оспариванием решений, связанных с выдачей патентов. Она возникла достаточно давно, еще в советское время, когда разрабатывались законы в этой области. Там эта идея звучала о необходимости создания патентного суда и было предметом достаточно длительных и интересных дискуссий. Но суд так и не был создан, а те разработки, которые на тот момент были, в связи с изменениями, которые произошли в нашей государственной системе, серьезными, они не нашли в конечном итоге своего воплощения. И длительное время система рассмотрения споров в этой области не была законченной. Мы все знаем, что вопросы, связанные с предоставлением, отказом в предоставлении, защитой, охраной, рассматриваются и рассматриваются у нас в административном порядке. А в дальнейшем вопросы, возникающие между правообладателями и государственным органом, на которые возложено обеспечение и предоставление этой охраны, регистрации, они рассматривались в обычных судах. Многие представители, многие участники этих отношений высказывали замечания по поводу того, что такое отсутствие специализации затрудняет рассмотрение этих споров. Рассмотрение очень дорого, поскольку требуется каждый раз проведение, практически каждый раз при рассмотрении вопроса, например, о действительности патента, о правильности выдачи патента, необходимо привлечение дорогостоящих экспертиз. Это занимает большое время, это отнимает огромное количество средств и делает, собственно говоря, саму эту процедуру судебного оспаривания крайне неэффективный. Кроме того, при отсутствии специализации по мнению участников этого рынка сложно говорить о какой-то стабильной практике в этом направлении. Это один был из поводов, в связи с которым более серьезно вопрос о создании специализированного суда стал обсуждаться уже в последнее время, где-то последние пять лет, он все время был предметом пристального внимания юридической общественности. Но окончательная идея, связанная с созданием суда специализированного, она сформировалась в 2009 году, если мне память не изменяет, как раз в рамках Петербургского форума Антон Александрович Иванов высказал эту идею создать специализированный суд, создать специализированный суд именно в рамках арбитражной системы. Я для наших иностранных коллег поясню, хотя мне кажется, что как бы все уже в курсе, что наша система состоит из двух, по сути, систем судебных. Это суды общей юрисдикции, которые преимущественно рассматривают споры с участием физических лиц, и это суды арбитражные, которые рассматривают споры в сфере предпринимательства. Соответственно, арбитражный суд, он выступил, высший арбитражный суд, инициатором создания специализированного суда именно в рамках системы предпринимательских судов. Почему именно такая идея возникла, и именно эта идея потом, собственно, была и закреплена в законе? Дело в том, что мы понимаем, что цена вопроса в сфере предпринимательской, когда речь идет о спорах интеллектуальных, огромная. И тенденция современная увеличение стоимости активов, которые из себя представляют, собственно, интеллектуальная собственность, она у всех на слуху, и, в общем-то, все ее озвучивают, все понимают, что со временем такие активы традиционные, с которыми мы примыкли иметь дело, они будут в доле активов компании уменьшаться, а количество активов, размер активов, которые являются активами, я бы так назвала, интеллектуальными, эта доля будет увеличиваться. И мы не знаем, как быстро это произойдет, но мы, в общем, понимаем эту тенденцию. И поэтому для целей защиты бизнеса, для целей защиты инвестиций в этой области было бы, конечно, более правильно сконцентрировать большинство дел, которые здесь возникают в системе арбитражных судов. Они изначально были ориентированы на рассмотрение споров в сфере предпринимательской и изначально были ориентированы на специализацию при рассмотрении споров. Именно это, видимо, и объясняет, почему суд занял такое положение именно в системе арбитражных судов. Закон о создании этого суда был принят в 2011 году. В конце 2011 года сейчас мы можем говорить о том, что суд создан, он еще не приступил к работе. Я поясню потом, почему. Но мы планируем начать работу и рассматривать дела в июле этого года. Ну, то есть сейчас уже по существу май, осталось не так много времени до открытия суда, до момента, когда он начнет непосредственно осуществлять правосудие. А сейчас я хотела бы несколько слов сказать о тех особенностях, которые характеризуют именно данный суд в системе судебной, поскольку действительно у него достаточно своеобразное место. Как я еще раз повторюсь, суд является судом арбитражным то есть находится в системе арбитражных судов. По уровню он занимает место суда кассационной инстанции, но при этом рассматривает одновременно споры в качестве суда первой инстанции. Это одна категория споров, и я потом о ней скажу. И выступает кассационной инстанцией для всех споров, которые рассматриваются в системе арбитражных судов и связаны с защитой интеллектуальной собственности. То есть вот этот второй момент, то, что суд, являясь единственным в Российской Федерации, у себя аккумулирует как кассационная инстанция все споры, которые рассматриваются на территориях судами первой и второй инстанции, позволяет, позволит, с моей точки зрения, как раз обеспечить ту задачу, о которой постоянно говорили, о том, чтобы практика по этим делам была единообразной. Поскольку сейчас то количество кассационных инстанций, которые есть, оно не позволяет все-таки окончательно урегулировать вопрос и создать практику действительно единообразную на уровне высшего арбитражного суда. Мы знаем, это, конечно, можно сделать, но поскольку для него это не самое главное направление, и есть масса других направлений, конечно, он какие-то вопросы более, может быть, мелкие с точки зрения высшего арбитражного суда и не считает необходимым единообразно рассматривать. Поскольку для него это, как я уже сказала, не самое главное, может быть, направление деятельности. А для специализированного суда основной задачей будет отслеживать, какая практика в судах складывается в несостоящих, и принимать и максимально обеспечивать единообразное рассмотрение такого рода споров. Поэтому мы очень надеемся, что высшему арбитражному суду будет нечего делать, поскольку для высшего арбитражного суда главная задача – это отслеживать единообразие практики, а если мы ее сможем обеспечить, то, соответственно, мы таким образом освободим в какой-то степени высший арбитражный суд от необходимости по этим вопросам вмешиваться. Ну и, конечно, шучу, вы сами прекрасно понимаете, дело в том, что какие-то вопросы, они действительно требуют решения на уровне высшей судебной инстанции, и надзорная инстанция для нашего суда – это высший арбитражный суд, поэтому по принципиальным вопросам, конечно, мы даже, может быть, иногда и сами будем просить, чтобы они вмешались и либо одобрили, либо не одобрили нашу практику, но высказались бы и подтвердили уже на уровне высшей судебной инстанции те или иные решения, которые суд будет принимать. Поэтому вот этот блок вопросов, который я считаю одним из наиболее важных для нашего суда, является специфическим. Насколько я знаю, практически нигде в мире нет такого суда, который бы действительно у себя аккумулировал все споры, хотя бы на какой-то инстанции, но тем не менее все, которые поступают с нашей огромной территории Российской Федерации. Помимо этого, суд выступает также в качестве суда первой инстанции, но вот здесь категория споров определена четко в законе, какие споры суд будет рассматривать. Прежде всего, это споры, связанные со спариванием нормативных актов, нормативных актов федеральных исполнительных органов власти по вопросам, связанным с регулированием отношений в сфере интеллектуальной собственности. Эти нормативные акты до настоящего времени, пока суд не начал работать, пересматриваются сейчас в высшем арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством. После начала работы суда эти дела будут рассматриваться в суде по интеллектуальным правам. Помимо этого, помимо вот этой категории споров, мы говорим, мы здесь дела взяли у высшего арбитражного суда, другая категория споров связана с пересмотром ненормативных актов, которые принимаются в связи с предоставлением либо лишением правовой охраны тех или иных объектов интеллектуальной собственности. Прежде всего, это оспаривание актов Роспатента, связанных с предоставлением или, наоборот, отказом в предоставлении защиты, но также иных органов, которые занимаются такого рода работой в области селекционных достижений и так далее. Помимо этого, суд рассматривает также споры, связанные с досрочным прекращением товарных знаков, с признанием действительно патентов и так далее. То есть вот здесь вот категория споров, она установлена в арбитражно-процессуальном кодексе и в дополнение к тем категориям споров, которые прямо связаны в ОПК, в соответствии с постановлением Пленума высшего арбитражного суда, мы вот четко еще можем сказать, что мы рассматриваем, по крайней мере, вот такую категорию споров, как взыскание убытков, причиненных указанными ненормативными актами. Прямо закон об этом не говорит, но постановление Пленума в разъяснении дополнило этот перечень и внесло ясность по этому вопросу. Возможно, какие-то моменты мы будем уточнять еще дополнительно, но в частности, вот обсуждается вопрос, где должны оспариваться те акты, которые связаны с исполнением судебных актов, вынесенных вот по данным вопросам. Соответственно, сейчас этот вопрос обсуждается, как лучше, и в какой суд будет эти дела рассматривать. Ну, я думаю, в такие тонкости не следует сейчас вдаваться. Я хотела бы сейчас перейти еще к одному вопросу, который действительно может вызвать, наверное, и обсуждение, если мы до него дойдем. Дело в том, что по делам, которые отнесены к компетенции суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции, не предусмотрено апелляционное обжалование. В отличие от общего порядка рассмотрения дел в арбитражных судах, когда у нас есть первая инстанция, апелляционные инстанции, конституционные инстанции и надзор, по тем делам, которые суд рассматривает как суд первой инстанции, апелляции нет, но есть конституционные инстанции, а конституционные инстанции находятся в том же суде, то есть это тот же суд по интеллектуальным правам, но в составе президиума пересматривает решения, которые были приняты до этого. И тут возникает два вопроса. Первый. Почему нет апелляции? На этот вопрос, в принципе, можно дать такой ответ, он, правда, может вызвать, в общем-то, тоже и возражение, но, тем не менее, ответ такой, который лежит на поверхности, звучит так. Поскольку суд пересматривает те решения, которые приняты в административном порядке, то нет, может быть, необходимости еще раз рассматривать вопросы факта, поскольку орган, который решал этот вопрос первоначально, чье решение пересматривается, он, по существу, уже вопросы факта рассмотрел. И наша первая инстанция в суде с точки зрения глобальной не является как таковой первой инстанцией, она является, скорее, уже апелляционной инстанцией. Может быть, это не совсем привычно, но, тем не менее, с точки зрения выстраивания процесса, тем не менее, мне представляется это так. Поэтому еще одну апелляционную инстанцию предусматривать, может быть, необходимости и нет. Поэтому можно только потом решать вопросы, именно связанные с применением закона, а не вопросы, связанные с установлением факта. Вторая проблема, которая постоянно обсуждается, связана с тем, что у нас в одном суде две инстанции. Это тоже момент, который может вызвать затруднения и критику со стороны участников процесса, поскольку вот это сочетание всегда вызывает некоторые нарекания, как же так, судьи одного суда, они же пересматривают и решения, которые вынесены судьями этого же суда. Мое положение в данном случае достаточно сложное, поскольку я работаю с тем законом, который принят. Соответственно, я, как руководитель, должна сейчас найти те организационные решения, которые, по крайней мере, могут снять остроту проблемы, которая обсуждается в связи с этим. И организационно эту проблему можно решить только таким образом. строго развести тех судей, которые рассматривают дела в первой инстанции, и тех судей, которые будут принимать участие в пересмотре этих дел в составе президиума. На сегодняшний день принято решение, что это не совпадающие группы лиц, и люди, которые будут пересматривать решение, они никогда не будут рассматривать эти дела по первой инстанции, ну и наоборот. То есть это будет разведено организационно. Но, тем не менее, я думаю, что в дальнейшем необходимо продумать еще раз систему и организацию этой работы. И мы понимаем, что тот закон, который сейчас есть, он требует уточнений, дополнений, доработки процессуальных норм. В высшем арбитражном суде создана специальная группа, которая будет собирать предложения по этому поводу. Я думаю, что когда суд заработает, будет окончательно понятно, какие проблемы возникают в связи с такой вот новой инновационной, как хорошее слово в рамках этой структуры. И мы будем работать над изменениями процессуального законодательства. Поэтому, если будут какие-то мысли, идеи по этому поводу, я с готовностью сейчас их выслушаю, мы все их берем на заметку. И вообще, очень открыто для того позитивного влияния, которое мы можем получить, с которым мы можем воспользоваться, общаясь непосредственно с юристами, заинтересованными действительно в качественном рассмотрении споров. Еще один момент, который является особенным и который действительно надо подчеркнуть. Я уже сказала, что одно из основных нареканий, которое высказывалось в отношении общего порядка рассмотрения споров в сфере интеллектуальных прав, касалось необходимости привлечения дорогостоящей экспертизы. Для того, чтобы этот вопрос решить, можно было предложить разные решения в организационные, но на сегодняшний день предложено такой механизм. В рамках суда создается группа специалистов. Это государственные служащие, они работники суда, но они не юристы, это специалисты с техническим естественно-научным образованием, которые должны оказывать помощь суду при рассмотрении тех или иных вопросов, если судья юрист не может сам ответить и разобраться в каких-то проблемах, которые возникают у них в рамках рассмотрения дела. Имеется в виду, что это именно специалист, который не проводит специальные исследования, а он оказывает техническую помощь суду, разъясняя какие-то моменты, которые являются непонятными. Процессуально, но я не буду тоже на этом подробно останавливаться. Фигура специалиста, она в Рабитражно-процессуальном кодексе урегулирована на сегодняшний момент, как он привлекается, каким образом отводится, какие функции выполняет. Но помимо вот этой группы лиц, которые работают в суде, и которые могут привлекаться для рассмотрения споров, к рассмотрению могут привлекаться также специалисты со стороны. То есть любой, в принципе, инженер, любой специалист, работающий в той или иной области, он может быть привлечен, если его знание востребовано судом, для того, чтобы предоставить свое мнение по тому или иному вопросу. Процедурно это будет одна и та же фигура, специалист, но, как вы видите, организационно это разные две группы лиц. В одном случае мы говорим о специалистах, работающих в суде, в другом случае мы говорим о возможности привлечения специалистов со стороны, для того, чтобы они давали свое заключение. надо сказать, что, ну, как обычно, когда новое дело начинается, у нас какие-то моменты, которые касаются уже доведения идей до конца, вот мы сегодня разговаривали там с одним из специалистов, говорили, то вот есть изобретение, вот работала группа, она сделала замечательное изобретение, но когда это доходит до производства, то есть технолог, который говорит, вы знаете, это вы все замечательно придумали, но вот здесь вот надо два сантиметра отрезать, потому что оно иначе не лезет. А вот этот вот металл не подходит, потому что у нас такого металла на складе нет, давайте вы что хотите придумывайте, но делайте из другого металла. Вот, то есть, нет, там все хорошо сделали изобретатели, но оно вот не работает, понимает ли, его не приспособить немножко. Поэтому сейчас у нас стадия работы такая, мы приспосабливаем. Вот те идеи, которые были высказаны, которые воплощены в законе, мы реально пытаемся воплотить в жизнь. И вот на этой стадии действительно приходится сталкиваться с достаточно интересными проблемами. Например, для меня проблема это формирование как раз этого штата специалистов в суде, поскольку это государственные служащие, есть ограничения по государственной службе, есть достаточно серьезные требования к лицам, которые занимают такого рода положение. А специалисты техники, специалисты инженеры, специалисты в области естественных наук, вот я не очень себе представляю людей, которые идут в суд работать за, ну скажем так, очень небольшую зарплату с учетом вот всех тех дополнительных моментов, которые связаны с госслужбой, чтобы вот при необходимости в суд их мог позвать и сказать, дайте нам разъяснение. Есть еще даже такая проблема, а каких специалистов брать? У нас 15 человек их, а извините, вы все специалисты в области индивидуальной собственности, вы понимаете, что 15 человек все знать не могут. То есть есть какие-то области, которые мы не охватим, так соответственно, как бы все равно придется привлекать внешних специалистов. Ну, в конце концов, даже специалист в области химии, я понимаю, что он может знать одну область и может, в общем-то, совершенно не иметь представления о каких-то других моментах, которые тоже вроде бы с химией связаны, но, в общем-то, это немножко другая область. Там органическая, неорганическая химия, я так понимаю, это уже два раза, абсолютно два разных сейчас направления. Поэтому я хотела обратить внимание на то, что, наверное, вот эта система, связанная с порядком привлечения специалистов для рассмотрения споров, она, естественно, нужна, но как это действительно сделать лучше, будет понятно только по истечении какого-то времени. Я думаю, что мы этот момент еще будем дополнительно обсуждать и решать, надо ли вот в таком виде сохранять эту службу специалистов, либо ее надо будет в каком-то виде трансформировать. То же самое можно сказать и о привлеченных специалистах. Там основная проблема связана с обсуждением вопроса, насколько они будут ангажированы или нет, поскольку стороны очень опасаются, что привлеченный судом специалист, он будет необъективен. Спасибо большое ваше замечание. Я бы хотел вернуться к вопросу, я думаю, он будет интересовать многих представителей зарубежных стран, то есть вот эта группа экспертов по тем дисциплинам, о которым вы говорили. Допустим, у вас дело о конкуренции, вы этот вопрос отдадите ФАС, либо у вас будет возможность нанять экспертов по конкурентной борьбе, либо, допустим, экономистов, либо каких-то других экспертов для того, чтобы решить вопрос, существует ли действительно конкуренция, есть ли нарушение конкуренции, то есть возможно ли будет это в рамках вашего суда? Я бы хотел обратить внимание на то, что помимо вот этой процедуры привлечения специалистов, у нас в этой книге написано, в какой области лицо должно быть специалистом. То есть если возникает необходимость для суда воспользоваться именно специальными знаниями, которыми суд непосредственно не обладает, то он может, в принципе, привлечь специалистов в любой области. То есть это не обязательно должен быть технический специалист. Если есть необходимость получения экономической консультации, то, соответственно, может быть привлечен и такого рода специалист. Вот возможность привлечения специалистов непосредственно из антимонопольной службы, я думаю, вряд ли существует. Я могу объяснить, почему. Дело в том, что суд непосредственно пересматривает те решения, которые принимаются федеральным антимонопольным органом по вопросам, связанным с нарушением конкуренции в области интеллектуальных прав. Поэтому привлечение специалиста из органа, решение которого пересматривают, вряд ли может иметь место. Но если возникают вопросы в другой области, и там, может быть, требованы будут специалисты, которые знают, например, особенности экономических каких-то отношений. И они работают в федеральной антимонопольной службе, то, в общем, они могут быть тоже привлечены к рассмотрению дела. Но я еще хотела обратить внимание, есть помимо возможности привлечения специалистов для участия в процессе, еще один момент новый, тоже появившийся в связи с созданием суда, это возможность направления процессуального запроса, запроса суда. То есть суд может попросить любого специалиста ответить на те или иные вопросы, которые сюда возникают. Опять-таки, это не экспертиза, это те вопросы, которые не требуют проведения специальных исследований. Это вопросы, которые требуют просто наличия специальных знаний. А такой запрос, он может быть направлен любому органу, любому специалисту, который может на них ответить. Есть еще какие-нибудь замечания, вопросы, есть еще какие-то темы для обсуждения именно по этому вопросу, по вопросу суда по правам интеллектуальной собственности? Конечно, образующийся суд является по отношению к федеральной антимонопольной службе высшестоящей инстанции, которая принимает окончательное решение. Окончательное решение принимает судебная система, а не исполнительная власть. Так и должно быть. И хочу обратить внимание, помимо того, что Людмила Александровна сказала, что, наверное, мы еще иногда будем приходить и третьими лицами в суд. Такое тоже может быть, особенно когда при защите своих интеллектуальных прав компании решат сразу пойти в суд, а не к нам. Да, у нас может быть определенная правая позиция, одна из сторон захочет нас видеть в качестве своих потенциальных союзников, и суд может нас привлечь официально как орган исполнительной власти, который обладает специальными знаниями в этой сфере. И даже если мы не рассматривали это дело пока еще. Но по большинству случаев, наверное, мы исходим из того, что вначале будет вас готовить все эти материалы, проводить свои расследования, потому что судебное следствие – это, в общем, такая дорогая штука. Мы будем проводить расследование с помощью того аппарата, который есть, и соответствующих тех процедур, которые существуют, и будем приходить уже чаще всего со спорщиками в суд уже. И, в общем, и уважаемые коллеги, которых мы глубоко уважаем, они будут вносить окончательный вертик, исходя из всей справочности. Очень интересно. Значит, что мы вынесли из этой очень интересной презентации – это то, что вот этот новый суд будет ведущим игроком на поле прав интеллектуальной собственности в России, практически единственным. И мы можем сравнить эту ситуацию с развитием того же самого процесса в Соединенных Штатах, где тоже были созданы специализированные суды. И я думаю, что профессор Дрейфус – это тот правильный человек, который может нам рассказать, потому что она написала несколько достаточно подробных исследований о том, как изменялось законодательство по правам интеллектуальной собственности. Да, действительно, практически каждые пять лет проводится соответствующая конференция, и каждые пять лет я пишу новый доклад для такой конференции. С одной стороны, этот суд был не связан с правами интеллектуальной собственности. Это было связано с тем, что суды общей юрисдикции были завалены аналогичными вопросами. Они хотели из них избавиться. Это в основном были патентные вопросы, поэтому суды такие общего права сказали – хватит, мы не хотим больше заниматься патентами, давайте создадим патентный суд. Одновременно это повлияло и на патентное законодательство. То есть это постепенно распространилось на все Соединенные Штаты, потому что процедура апелляции достаточно разлита. С точки зрения патентного права в различных судах по-различному относились к этому вопросов. То есть те люди, которые отстаивали свои патентные права, они обращались именно в тот суд, который положительно относился к патентам владельцев. Те люди, которые протестовали, они обращались в тот суд, который отрицательно относился к патентам владельцам. То есть это была уже такая личная префиенциалистская политика. Поэтому был создан специальный суд, стандартные работы которого отличались от стандартов работы обычных судов. То есть с одной стороны мы освободили суды общей подсудности и с другой стороны нам необходимо было создать механизм более эффективного рассмотрения патентных споров. И в 1982 году был создан апелляционный суд федерального подчинения, который рассматривал апелляции связанные с патентными делами. В суде выбирались несколькими способами. То есть с одной стороны, если мы говорим, что суд рассматривает в большинстве своем патентные дела, это не значит, что только патентные дела. Там же рассматривались дела по федеральным контрактам, по экспортным контрактам и несколько других полномочий было этого суда, федерального подчинения. То есть некоторые из тех судей, которые работали в данном суде, они бы действительно специализировались на патентах, но были суди, которые специализировались на экспортном законодательстве, на трудовом праве. Были судьи с общей работой в особых технологических делах. Но если мы говорим о судях, суди, как правило, люди не молодые, это означает, что и их знания были достаточно устаревшими. То есть если мы говорим о судях с опытом работы в химии, они рассматривали, допустим, молекулу углерода только с точки зрения органической химии, без учета тех характеристик, которые она и может иметь с биологической точки зрения. И поэтому приходилось дополнять, обновлять эти знания. То есть, в принципе, работа этого суда и подборка судей ставилась на основе подборки ассоциаций, допустим, адвокатской палаты. В принципе, достаточно критичное и скептическое отношение было к данному суду. Да, прежде всего, Верховный суд США очень скептически относится к этому суду. И большее и большее число дел проходит пересмотр в Верховном суде. И приводятся абсолютно другие аргументы для вынесения решения. Большинство считают, что суд не гибкий. И, кроме того, вот эта ограниченность решений, рассматривая их дел, то есть такая зацикленность на патентах, не позволяет суду принять правильное решение, насколько данный патент экономически целесообразен. То есть суд не учитывает тот факт, что конкуренция тоже является движущей силой инноваций. В этом суде рассматривалось несколько дел, которые связаны с нарушением авторского права, с торговыми марками, с торговыми названиями. То есть очень многие люди считают, что в данном суде патенты имеют слишком большое значение, что, с одной стороны, деятельность этого суда была достаточно успешна. Этот суд пользуется популярностью у практикующих юристов, у промышленности. А с другой стороны, очень много критики по отношению к этому суду. У меня еще один вопрос. Баланс, соотношение между этим судом и другими судами. И между бюро по патентам и товарным знаком. С юридической точки зрения обычно агентство рассматривает дела сначала, а потом суд уже работает с готовыми фактами. Ну, то есть бюро по патентам и товарным знаком. Это очень старое агентство. Оно было основано еще Джефферсоном. То есть во времена его создания это действительно была новинка. То есть те суды, которые рассматривают патентные дела, они работают на основе тех дел, которые рассмотрены уже в данном бюро. То есть это с исторической точки зрения. Но, как судья уже отметил, экспертные знания в вопросах интеллектуальной собственности становятся все более значными. Потому что теми знаниями, которые обладают судьи, они устаревшие, они практически непригодны. То есть сейчас нужно преобразовывать суды, переносить их на более современную основу. У нас буквально недавно появился закон о патентах, который на своящее дело позволяет при оспаривании патента сначала обратиться в бюро и не обращаться сразу в суд. Сейчас бюро по патентам привлекает к своей деятельности экономистов. Это абсолютно новое направление в этой их деятельности. То есть бюро расширяет сферу своих полномочий, сферу своей компетенции для больше полного понимания современной экономической политики и роли патентов в этой экономической политике. Большое спасибо, Рашель. Вы уже упомянули слово «инновация». Я думаю, что теперь это одно из ключевых понятий для интеллектуальной собственности как таковой и для соответствующего законодательства. Если говорить о российской системе защиты инноваций, у нас есть закон о защите интеллектуальной собственности. Но у нас есть еще такой новый игрок, как Сколково, который занимает абсолютно особую роль в Российской Федерации. О том исследовании, которое у вас еще сейчас на стульях разложено, и, надеюсь, вы имели возможность немножко полистать. И расскажу о том, почему Сколково, это связано с ответом на вопрос, какую роль играет Сколково. Ну, старается играть, по крайней мере, в развитии инноваций в стране. И почему мы взялись за интеллектуальную собственность, причем взялись за ее такое достаточно многостороннее исследование целиком этого института. И почему мы пришли к выводу, что очень важная история – это развитие конкуренции в этой среде. Несмотря на то, что устойчивая точка зрения является, что взялись в собственности дарованная монополия, причем монополия такая, которая сопоставима своей мощи монополией на объекты вечного мира, и, соответственно, должна быть в значительной степени абсолютной. Но эта точка зрения, на наш взгляд, она, во-первых, не очень обоснованная, как теоретически, так и практически. Во-вторых, она ведет к большим социальным потерям, просто к замедлению инновационного и экономического развития. И мы пытались посмотреть на институт инновационной собственности с разных сторон, с точки зрения тех компаний, которые являются участниками проекта «Сколково». «Сколково» как институт создан для поддержки малых и средних инновационных компаний, которые пытаются делать первые шаги в сфере создания инновационных продуктов. Они получают как финансовую поддержку в виде грантов, так и организационную, административную, информационную, интеллектуальную поддержку, которая позволяет им выйти на мировые, на российские рынки. И одной из таких форм поддержки является попытка изменить законодательство России в интересах развития этой отрасли, этих людей, этих компаний. В исследовании, которое представлено у вас, мы провели социологический опрос, достаточно глубокий и первый такого объема охватывающий инновационный бизнес в России, в котором спросили, какие проблемы у компаний возникают при коммерциализации их исследований в сфере институтальной собственности. И как это ни странно, очень мало компаний жаловалось на плохую защиту их изобретений, достижений и так далее, как много жаловалось на эксплуатацию, избыточную эксплуатацию тех ресурсов, которые эти компании вынуждены тратить для приобретения интеллектуальных продуктов для собственного развития. Как, наверное, вы многие знаете, у Ньютона была замечательная фраза о том, как развивается технологический прогресс. Я бы не знал так много, если бы не стоял на плечах у гигантов. Это такое расхожее утверждение, которое, на самом деле, описывает очень хорошо, как развиваются технологические сектора сегодня. Вам обязательно нужна основа, вам обязательно нужна платформа, на которую встать для того, чтобы развиться. Вот основную критику, которую мы слышим от наших компаний, от малого и среднего бизнеса, который участвует в проекте «Сколково», эта критика заключается в том, что в сфере нейтральной собственности избыточная монополизация, которая вынуждает их тратить избыточно много ресурсов на то, чтобы развивать свои проекты, свои продукты и так далее. Мы это слышим очень много и попытались посмотреть на какие-то конкретные примеры. Один из таких примеров, который очень ярко отображает недостаточность конкуренции, недостаточность динамики в сфере регулирования IP, это так называемый запрет параллельного импорта. Я надеюсь, Игорь Юрьевич немножко подробнее об этом скажет, приметитый потребительским рынкам, к тому, какое влияние это оказывает, в принципе, на экономику страны в широком смысле. Мы задавались вопросом только относительно инновационного развития этого, то есть влияние на инновационное развитие. Извините, просто наводка была с микрофоном, мне кажется, шум какой-то. И мы затрагивали только проблему инновационного бизнеса, насколько инновационным компаниям эта ситуация с запретом параллельного образа в России болезненна и существенна. И примеры, которые приведены в этом исследовании, они на самом деле поразительны, ну просто удивительны, что компаниям инновационного сектора, особенно малым и средним, очень трудно выйти на какую-то конкурентоспособность, когда они вынуждены переплачивать за сопоставимые реактивы и оборудование в 3, 4, 5, 6, 8 раз. А когда они вынуждены ждать поставок, необходимых для исследований, для каких-то экспериментов, которые они проводят, материалов в 5, 6, 10 раз дольше, чем аналогичные материалы и оборудование получают их коллеги за рубежом. То есть просто пространство, в котором они действуют, оно создает на них дополнительный прессинг и дополнительные затраты, ну то есть снижает их конкурентоспособность разительно. Мы задумывались о том, из чего в России возникла идея, что запрет параллельного импорта, я не знаю, в курсе ли в целом публика о том, что это такое, как это юридически структурировано. Дело в том, что когда мы столкнулись с опросом наших инновационных компаний, огромное количество людей просто не знало о влиянии этого института и что это за институт. Поэтому в книжке мы даже использовали такую хитрую метафору, что из сказки Андерсона о новом платье короля, когда все говорили, какое замечательное платье, боявшись критиковать новый наряд короля, просто потому что любая критика уже воспринималась как негатив, но никто реально этого платья не видел, поэтому все хвалили то, чего не было. Так у нас с параллельным импортом очень большое количество комментаторов, аналитиков хвалят эту историю, что вот запретили параллельный импорт, какие молодцы, теперь мы в ВТО попали, теперь мы соблюдаем какие-то международные обязательства. Есть очень смешное дело Конституционного суда 2004 года, где Конституционный суд сказал, что мы запрещаем параллельный импорт, чтобы соблюдать международные обязательства России. Таких международных обязательств просто не существует. Какие международные обязательства Конституционный суд увидел в этой ситуации, непонятно. Но я думаю, что это очень хорошо характеризует историю сказки Андерсона, что Конституционный суд, может быть, побоялся сказать, о чем мы говорим в данной ситуации, и решил отделаться некой такой общей метафорой, международные обязательства какие-то. Обычно, знаете, ссылаются на договоры, на какие-то конвенции. В данной ситуации этого ничего не было. Поэтому мы эту метафору даже поместили в книжку, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Огромное количество инвестиционных компаний просто не знало о существовании этой проблемы. Поэтому я потрачу, может быть, ваше время, тем более у нас его достаточно много сегодня, на короткий рассказ о том, что это такое, как это возникло. Нам очень повезло с этим исследованием, потому что буквально в марте месяце состоялось решение Верховного суда США по проблеме параллельного импорта. Прекрасное дело, потому что в нем присутствует как основное решение, принятое большинством судей Конституционного суда, так и так называемое особое мнение. И судья, высказавший особое мнение, Гинсбург, она посмотрела на эту проблему с другой стороны. И вот этим решением Верховного суда мы видим полемику двух позиций относительно института параллельного импорта. И как это ни странно, для наших политических деятелей, которые поддерживали запрет параллельного импорта, для той части государственного аппарата, который поддерживал запрет параллельного импорта, Верховный суд США говорит, а никогда и не было идеи создать территориальное разграничение действия так называемого исчерпания исключительного права, действия доктрины первой продажи. То есть Верховный суд говорит прямо, что исторически доктрина первой продажи, так называемое исчерпание исключительного права, возникла как институт, запрещающий раздел рынка. То есть исторически это был именно взгляд на эту ситуацию, на проблему доктрины первой продажи, был основан на том, что рынки, в которые попадает товар после его введения в оборот, они должны быть ограничены более правообладателем. То есть правообладатель не должен иметь больше возможности ограничения. Как это не забавно, но у нас доктрина исчерпания права, то есть первой продажи, используется как раз в противоположном направлении, чтобы ограничить, территориально ограничить, зонировать рынки дистрибуции и последующие продажи товара, уже введённого в оборот. А вот в особом мнении судья Гинсбург говорит, почему так эта доктрина возникает. И она говорит, что существует международная политика, правительство США в рамках своих внешнеполитических интересов, в рамках торговых переговоров, навязывало другим странам, и здесь можно назвать Россию, как страну, которая приняла это навязывание, отказ от международного принципа исчерпания прав и переход к так называемому национальному или иному ограниченному, то есть региональному принципу исчерпания прав. И мы видим очень красивую историю, как Россия существовала в правовом режиме международного принципа исчерпания, а в 2002 году принимает решение, была принята поправка в закон о торговых знаках, а потом это перекочевало плавно в четвертую часть ГК, уже примитивно ко всем видам институальной собственности, и возникает национальный принцип исчерпания. Не было принято ни одного документа в рамках правительства или каких-то экспертных центров, которое бы экономически обосновывало введение национального или территориального принципа исчерпания. Просто таких документов нет, нет никакого экономического анализа, который бы говорил о том, что национальный или территориальный принцип исчерпания нужен. Более того, вы удивитесь, что поправка об изменении тогда еще закона о товарных знаках, она была внесена в рамках реализации законодательности Высшим арбитражным судом, который в принципе не является агентом регулирования экономики, которого в принципе нет ни инструментария, ни компетенции для того, чтобы оценивать экономические последствия такого решения. То есть это было решение, вытекающее из некой правовой логики, из некого понимания, что институту инициативуальной собственности и исключительным правам в рамках института инициативуальной собственности свойственна территориальная ограниченность. Но это, на наш взгляд, является неправильным просто пониманием института инициативуальной собственности и вот этой самой модели исчерпания исключительного права, о чем сейчас, кстати, в рассуждениях Верховного суда США очень хорошо видно, что когда законодатели разных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки в 19 веке, в начале 20 века создавали этот институт исчерпания исключительного права, они как раз думали о другом, о том, чтобы правообладатель не имел возможности ограничивать последующее обращение товара после его первого введения в оборот. То есть эта ситуация, она очень хорошо показывает, что возникновение института запрета параллельного импорта в терминах институтальной собственности звучит как национальный или региональный принцип исчерпания исключительных прав, возникновение этого института, это была случайная история, вызванная не экономическими соображениями, которые были бы там публично как-то озвучены, обоснованы, базировались на социальных каких-то запросах и исследованиях, а возникло в результате неправильного понимания природы интеллектуальной собственности. И сейчас с этим неправильным пониманием природы интеллектуальной собственности мы сталкиваемся в огромном количестве случаев, когда института интеллектуальной собственности подрывает, по сути, социальное развитие и во многих сферах влечет негативные, а не позитивные последствия. И вторым примером, который мы вынесли на обсуждение сегодняшнего круглого стола, является полное изъятие Института индивидуальной собственности из Законодательной защиты конкуренции. 10-11 статья изымают эти отношения целиком. И опять-таки, если вы посмотрите ведомственную переписку на этот счёт, то вы увидите, что тезис очень простой. Он очень близок к тому тезису, который был в основании введения запрета параллельного импорта. А именно, природа Института индивидуальной собственности – это монополия, дарованная государством или вообще свыше. И, соответственно, не смейте её трогать своим законодательством защиты конкуренции. Но этот тезис просто прямо противоречит природной института индивидуальной собственности, как с доктриной первой продажи, как с исчерпанием исключительных прав. Мы наступаем на те же самые грабли. Поэтому наше видение, если говорить осколковой конституте, который создан для того, чтобы способствовать развитию инноваций, и мы видим, в каких ситуациях наша правовая система прямо противоречит логике инновационного развития, и логике инновационного развития, и везёт конкретные негативные последствия рамки инновационного развития, мы не говорим, что это единственные последствия. Но это, по крайней мере, те причины, те проблемы, которые можно рационализировать сейчас и устранить. То есть здесь мы не сталкиваемся ни с какими глубокими системными изменениями, которым надо внести. По большому счёту, мы действуем в логике всего мирового сообщества, всего развитого мира. И мы предлагаем в этой логике убрать лишние барьеры и создать возможности для наших инновационных компаний для развития. И в этом смысле мы рассчитываем на поддержку федеральности напольной службы, как структуры ответственной в России за развитие конкуренции, и нашего законодателя, который, ну, кстати, с маленькой победой, наверное, на первой можно поздравить, что правительство уже услышало аргументы по параллельному импорту, и сейчас будут идти дальнейшие работы, видимо, в этом направлении. А в отношении распространения законодательства защиты конкуренции в целом на институционную собственность, я думаю, что это вопрос следующего периода. Спасибо, я немножко затянул. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое, Алексей. Очень интересное ваше выступление. Насколько мы видим здесь напряжение такое, которое возникает между экономическими политиками и антимонопольным подходом и другими родами подходов. Я недавно читал статью, которая еще пока не опубликована одним американским профессором, не помню, к сожалению, его имя, и там был такой параграф, который говорит следующее. Патентное право напоминает право интеллектуальной собственности больше, чем что бы то ни было. Дело в том, что там решаются такие фундаментальные вопросы о том, как эти права на собственность должны быть распределены или какое широкое должно быть их применение. Патентное право, мне кажется, затрагивается очень часто в различных эмпирических трудах. Но у нас здесь есть и патентные юристы, и я хотел бы узнать у них, есть ли какие-то механизмы, которые позволили бы в этом патентном праве реализовать экономические анализы или какие-то такие вещи, которые более связаны с промышленным развитием. Может быть, вы скажете несколько слов. Да, мне кажется, что вы очень чётко описали федеральный округ. Как я уже говорил, федеральный округ, он очень строгий, и патенты они рассматривают как собственность. И из предыдущих споров вы можете узнать о том, как решаются многие патентные вопросы, но не из экономических каких-либо исследований. Теперь, что касается описания патентного права. Дело в том, что в прошлом, до появления федерального округа, существовали определённые доктрины в патентном праве, которые проводили тот тип анализа, который вы упомянули. В частности, неправильное применение патентов или нарушение патентных положений. То есть, если вы хотите получить больше привилегий, которые предписываются патентам, то в таком случае патент отзывается. Это то, что было принято довольно давно, и мне кажется, на федеральном уровне такие вещи сейчас потихоньку уходят. Но некоторые считают специалисты, что такое должно вернуться. Есть исследовательские оговорки, например, в Соединённых Штатах, есть оговорки, посвящённые исследованиям. Например, эта оговорка говорит следующее. Даже если вы делаете какую-то патентную работу для чисто исследовательских целей, для того, чтобы продвигаться по пути научно-исследовательской работы и так далее, для того, чтобы улучшать какое-то уже запатентованное исследование или изобретение, тогда вы не являетесь нарушителем, тогда вы не рассматриваетесь в качестве нарушителя данного права. Можно рассмотреть это и с экономической стороны. Социальная польза данной работы на самом деле гораздо выше, чем личная и частная польза. И в таком случае, да, возможно применение такого исследовательского исключения. Многие страны на самом деле уже применили у себя это исключение и ограничивают возможность применения патентного права для общественных нужд. И это относится и к Сколково, поскольку вы действительно пытаетесь построить что-то на плечах гигантов. Вот параллельный импорт. В принципе, мы тоже видели это. И сейчас начнется борьба между федеральным округом и высшим судом, потому что федеральный округ считает, что должен быть такой запрет на параллельный импорт. Высший суд считает, что нет. Поэтому у нас сейчас интересная ситуация, сможет ли убедить одна страна другую, можно ли применять авторское право к патентам и так далее и тому подобное. У многих стран есть такие положения, которые относятся к обязательному лицензированию, или положения, которые говорят, что одна сторона может, скажем, призвать или оспорить применение патента в случае, если это нарушает общий путь развития общества. Но есть определенные способы решения таких проблем. Иногда, если патент, например, нарушается, суд может отказать в наказании от этого нарушителя на основании того, что это принесет определенную пользу обществу. То есть есть несколько документов, патент на праве, которые служат этим функциям. Но вы понимаете, если федеральному кругу не нравится, у вас будет больше патентов. Если в Верховном суду меньше, то меньше патентов. Короткое замечание по поводу той дискуссии, которая сейчас состоялась. Дело в том, что в данной ситуации, когда мы обсуждаем вопрос о параллельном импорте, и достаточно много аргументов высказывалось, и очень весомых, и одной стороной, и другой. Я нахожусь в достаточно сложном положении. Но я хотела бы в данном случае обратиться с вопросом в докладчик, если мне это будет позволено после тех комментариев, которые я сделаю. Это вопрос, на который я потом хотела бы предложить ответить. Дело в том, что те материалы, которые предлагаются по поводу принятия решения оценить, достаточно разнообразны. Я бы сказала, что здесь, наверное, в этом остром споре таком нет полностью стопроцентно правых и виноватых. Обычно, когда так диаметрально расходятся позиции, это значит, что истина, она где-то посередине. Понимаете, не может один быть стопроцентно прав и другой стопроцентно прав. Поэтому, понимая все те аргументы, которые вы высказали в пользу параллельного импорта, я, тем не менее, хотела бы сказать, что, возможно, проблема, когда ее будет решать законодатель, не должна решаться таким образом, что давайте полностью разрешим параллельный импорт. Мне кажется, что вопрос должен быть решен более тонко, исходя из тех реальных задач, которые на сегодняшний день стоят. Почему я высказываю такую осторожную позицию? Дело в том, что есть исследование и противоположного толка. Я могу сейчас сослаться, например, на исследование в области интеллектуальной собственности, интеллектуальной собственности бизнес, насколько я помню. Называется исследование достаточно авторитетного органа. Это Международная торгово-промышленная палата. И вот в одном из пунктов своих рекомендаций по поводу параллельного импорта они высказывают очень осторожную позицию. Они говорят, что да, против параллельного импорта многие выступают, но, тем не менее, позиция бизнеса, с их точки зрения, должна скорее склоняться к тому, чтобы сохранить национальные принципы исчерпания прав, чем поддерживать международные принципы исчерпания прав. Я здесь арбитром не хочу выступать. Я просто хочу обратить внимание, что это же тоже результат исследования, опросов, это мнение бизнес-сообщества, которое представляет эту уважаемая организация. Поэтому я не хотела бы, чтобы здесь законодатель вставал 100% на сторону одного из спорщиков. Может быть, это моя позиция судьи, мне всегда хочется, чтобы это было более тонко сделано. Это вот замечание и, соответственно, вопрос. Может быть, следует здесь более дифференцированно подойти к вопросу о раскрытии границ, так сказать, для параллельного импорта. Да, Мислав, спасибо. Ну, извините, может быть, за некоторую такую однополярность взгляда, но иногда, чтобы сдвинуть маятник, надо его толкнуть с большей силой, чем мы хотим, чтобы он двинулся. Потому что в конечном итоге за счет шатания он остановится в нужном месте. А вот как раз нехватка второго вектора движения, она была очень хорошо присутствовала. То есть сторонников снятия запрета было сильно меньше слышно, чем сторонников введения запрета. Причем у сторонников введения запрета позиция была очень хорошо представлена, не только в медийном, но и на государственном уровне. А у наших малых и средних компаний, которые страдают, вот если вы почитаете, переплачивают в 10 раз за реактивы и ждут их по полгода, вместо того, чтобы получить за неделю, как получают их польские коллеги. Я даже не говорю про коллег в Силиконовой долине, которые получают за день, а буквально соседи по Варшавскому договору. И мы, тем не менее, получаем... То есть вот такую ситуацию мы увидели, ужаснулись и решили донести. Поэтому в каком-то смысле мы действуем еще в таком эмоциональном порыве. То есть мы действуем как представители вот этих самых людей, которых мы пытаемся, чьим мнением мы пытаемся вынести на свет. В то же время такие уважаемые организации, как Международная торговая палата и Ассоциации европейского бизнеса и так далее, они представляют консолидированный интерес правообладателей, которые в значительной степени получают выгоды от этого режима, потому что они продают нам оборудование и другие товары в существенно дороже, в более расслабленном режиме, с меньшими затратами на продвижение и так далее. Но это не суть. То есть гораздо меньше конкуренции. Любой монополист исходит из того, что больше конкуренции хуже для него. Ну это некая такая парадигма, в которой монополистическая компания хочет существовать. Поэтому аргументы... Но наша критика основная вот в этом исследовании, она самодействована даже не на принятии того или иного политического решения, а на методологии его принятия. То есть мы исходим из того, что методологически решение то или иное должно быть выверено. То есть оно должно исходить, скажем так, из понятных интересов, которые оно должно выражать. То есть есть интерес, представленный на государственном уровне экономически, и мы говорим, окей, в отношении же параллельного импорта вот этой проблемы, так же, как и в отношении распространения законодательства защиты конкуренции на инвентуальную собственность, существует какой-то методологический провал, который мы, на наш взгляд, выявили. Смысл его в следующем. Во всех аргументах до последнего времени у сторонников запрета параллельного импорта и сторонников изъятия инвентуальной собственности из режима защиты конкуренции аргумент был такой. Инвентуальная собственность, вот, например, Вадим Валерьевич Радаев в своем исследовании, которое опубликовал некоторое время назад и потом в презентации, которую он делал многократно эту тему по параллельному импорту, он говорит, например, следующее. Инвентуальная собственность – это собственность, с упором на слово «собственность». А собственность – это дарованное государственное монополие. И дайте правообладателю распоряжаться своей собственностью так, как он хочет. Не хочет продавать на вашем рынке товар, дайте ему возможность это не делать. Не хочет зонировать рынок, например, хочет уйти из ограничений конкурентного законодательства, хочет продавать только лицензии по такой-то цене, как это у нас происходит. Дайте ему возможность сделать. То есть, как бы сказать, позиция методологически основана не на оценке выгод и потерь для общества, для экономики и так далее, а на неком фетишизации инвентуальной собственности, как монополии. И у нас подборка высказываний, аргументов от всех сторон, она как раз вся на этом аргументе построена, что собственность не троишься. Но с инвентуальной собственностью вообще же смешная история, это как морская свинка. То есть и не морская, и не свинка, так и здесь. И не интеллектуальная часто, потому что элементы интеллектуальности в неких товарных знаках не просматриваются, защита осуществляется только просто потому, что она осуществляется для экономических задач, для решения каких-то. И не собственность, потому что мы понимаем, что это специально созданная конструкция, которая названа собственностью, потому что когда она создавалась, оборот материальных благ осуществлялся в основном через институт собственности. Поэтому её назвали интеллектуальной собственностью. Но понятно, что это специально созданный инструмент для обеспечения братоспособности, идей, знаний, информации. Соответственно, этот инструмент создан, и его надо настраивать в соответствии с интересами общества, а не претендовать на то, что раз он создан, как назван собственностью, так давайте дадим ей ещё больше абсолютности, даже чем физической, собственность на вещи. Потому что, например, антимонопольная служба имеет компетенцию в области ограничения вечной собственности, собственно материальные объекты. И мы говорим, что монополист, хотя и он и собственник газопровода, но обязан допустить кого-то к этому газопроводу и врезку сделать и так далее, ну в случае необходимости. Когда тимеет же собственник, а его ограничивает конкурентное законодательство. А в отношении к той собственности мы говорим, он собственник, но такой суперсобственник, которого мы даже ещё ограничивать не можем в законодательстве защите конкуренции. То есть методологически нам просто непонятно, почему так выстроена линия противоположной стороны. Если бы она была… То есть мы как раз предлагаем выйти на пространство действительной оценки, экономической оценки, вот то, что называется там оценка регулирующего воздействия и так далее, двух подходов. Вот подходы с либерализацией режима и подходы с зонированием, территориальным зонированием рынков. Спасибо. Действительно очень много вопросов подняли. У нас уже Андрей задаёт вопросов. У нас и в Европе задавались те же самые вопросы. Региональное исчерпание, национальное исчерпание как патентов, так и прав интеллектной рисунностью. И не всегда позиция потребителей, позиция поставщиков совпадает. Но самое главное в том, что основной упор должен быть сделан на конечные результаты, на те… То, что мы получим в конце концов, я бы хотела… Проблемы интеллектуальной собственности начали обсуждать через призму параллельного импорта. И, собственно, вопрос-то мой состоит в том же, мы что все вопросы балансирования интеллектуальной собственности и защиты прав, и защиты конкуренции будем обсуждать именно через призму проблемы параллельного импорта, как будто бы других проблем, связанных с балансированием конкуренции, защиты конкуренции и защиты прав и интеллектуальной собственности, не существует. Это, собственно, выход к моей домашней заготовке, потому что у меня есть специальная презентация. Может быть, чтобы не тратить время, можно загрузить презентацию? Вот. А если это возможно? Кто там отвечает за техническое… Да. А вот что касается параллельного импорта, вы знаете… Я бы сказал, что… Да, но есть ещё конкретное предложение, касающееся решения, не решения, а смягчения проблемы параллельного импорта. Если де-факто перейти от режима административного контроля за соблюдением режима национального исчерпания прав к режиму, когда правообладатель в своих договорах ограничивает это право, и дальше, если он сам обнаруживает, что его право нарушается, он дальше идёт в суд и судится. Если ему удаётся убедить судей, он как бы получает своё. Не удаётся – извините. Потому что вот этот вот барьер входа в защиту своих прав, он имеет значение в данном случае. Потому что административная процедура довольно простая, и здесь правообладатель ничего не теряет. Здесь, грубо говоря, налогоплательщики оплачивают права правообладателя. Но сказать, с другой стороны, что мы должны обдирать правообладателя как липку, и всякие шустрые компании будут портить его доброе имя, как бренда-носителя, это тоже, в общем-то, известная проблема. Поэтому один из инструментов всё-таки, извините, нагрузить судебную систему. Пока не касаясь презентации, потому что это немножко другое. Спасибо, Андрей. Но я бы хотел дать возможность задать вопросы по параллельному импорту, потому что это всё равно доктрина интеллектуальной собственности и вопрос перемещения конкуренции. Я просто когда не предлагал рассказывать, половину тоже хотел посвятить параллельному импорту. Если можно, я тогда сейчас это сделаю и там сэкономим время. Значит, дело всё в том, что, конечно, решение компромиссное, оно понятно. И заключается оно в том, что в отношении локализованных в России производств режим параллельного импорта не должен быть либерализован. Построили завод, Форд построил завод, мы для него своими законодательными актами вполне можем, как Россия, сохранить соответствующий режим, который бы не предусматривал свободного ввоза для цели перепродажи соответствующих Фордов, купленных в США. И в этом есть компромисс. И, собственно, мы сейчас и предлагаем такую модель, которая бы защитила существующие инвестиции, чтобы они не обесценились и не ухудшился инвестиционный режим. А вот во всех остальных случаях, конечно же, не существует никаких объективных критериев для того, чтобы не легализовать параллельный импорт. Мы приводим десятки случаев, когда нам очень хотелось бы поддержать предпринимательскую инициативу наших российских предпринимателей, которые должны иметь возможность, как любые предприниматели во всём мире, спокойно приезжать в любую страну, покупать легально товар, который там продаётся легально и уже введён в оборот. И затем ввозить его в нашу родную страну и продавать его здесь. Кто вообще когда-то посмел настолько грубым образом противоречить принципам свободной торговли, причём не связанной ни с какой монополией, связанной с особенностью антитрасовского регулирования? Для меня просто тайна. И вообще говоря, я называю на себя это режимом банановой республики. И, конечно же, мы должны понимать, что все остальные аргументы, которые мы слышим о том, что хранить неправильно начнут товар, ещё что-то не так сделают. Вы знаете, серьёзных аргументов там нет. И, в общем-то, конечно же, мы должны двигаться уже по этому пути. А ещё раз говорю, локализованные производства и сами механизмы защиты от контрафакта никто не оспаривает, они должны параллельно быть ещё усилены. В этом достаточно большой компромисс. Сейчас ситуация такова, что правительство в лице Игоря Шувалова поддержало позицию антимонопольного органа. Ну, понятно, почему антимонопольный орган у нас этим занимается. С таким же предложением Европейская комиссия 10 лет назад выступала в Европе. И тоже понятно, почему именно антимонопольный орган этим занимался. Правда, причина создания там регионального принципа совсем в другом. Это уже торговые взаимоотношения между, скажем, Соединёнными Штатами и Европой играли бы главную роль в том, чтобы некий вот такой механизм полуизоляции продолжал существовать в Европейском Союзе. Но мы-то точно к этому не имеем никакого отношения, нам нет никакой необходимости это сохранять. Поэтому всё, что касается техники всего этого дела, там, закладательных актов, это небольшая проблема, это всё написано. Но правительство сейчас решило, что нужно продолжать разговор с правообладателями, которые, в принципе, ну вот мы пытаемся их убедить на такой вот компромисс. Мы, как антимонопольный орган, я хочу сразу предупредить, мы не просто будем ждать окончания дискуссии, мы начнём действовать. Вплоть до того, что мы будем думать о том, что если в одном случае правообладатель в отношении легальной купленной партии товара дал согласие, а в отношении другой партии не дал, не является ли это дискриминацией? Он же имеет стопроцентную монополию. А второе, у нас есть замечательная десятая статья, значит, монопольная высокая цена, а если мы методом сопоставимых рынков увидим, и мы видим у эксклюзивных дилеров, как при запрещенном параллельном импорте, что тоже лекарство или какой-нибудь там прибор, или там какой-нибудь стенд, как на самом деле, стоит у нас в шесть раз дороже, чем в Германии, мы будем привлекать эту компанию по монопольной высокой цене и заставим платить оборотные штрафы. Мы терпеть это всё не будем, потому что здесь, при всём уважении к правообладателям, значит, на самом деле нужно прежде всего подумать о потребителе. Стоит нам поставить в центр вселенной правообладателя, как он оказывается прав, и хотя другие страны давно не позволяют ничего подобного, Россия продолжает позволять себя вгонять вот эти ограничительные режимы по торговле, непонятно зачем и ради чего. А если мы поставим в центр вселенной потребителя, то сразу всё стоит на своем месте. Мы должны защитить инвестиции, защитить правообладателей, мы должны всеми силами бороться с контрафактом, но при чём здесь параллельный импорт. Я пошёл, купил, привёз, перепродал. Что это такое? Кто мне может это запретить? Кто это придумал безобразие? Надо немедленно с этим заканчивать. Спасибо большое. У меня есть несколько вопросов, но я бы хотела передать слово Жи, который ещё ничего не сказал. У меня небольшой комментарий по очень милому вопросу параллельного импорта, во многих странах возникали те же самые проблемы, были проведены большое количество экономических исследований, хотя, честно говоря, результаты получились совершенно разными. были исследования в Австралии, где было практически запрещение параллельного импорта. Потом вопрос возник в Швейцарии, и там экономисты пришли к мнению, что преимущества отказа от запрещения параллельного импорта настолько незначительны для Швейцарии, что нет смысла с этим связываться. То есть какие-то преимущества были, но были настолько мелкими, что лучше было оставить запрещение. То есть я хочу сказать следующее, для того, чтобы выяснить все плюсы и минусы, нужно рассматривать ситуацию каждой конкретной страны, и потом, когда мы пытаемся оценить выгоды и затраты на параллельный импорт, надо учитывать следующее, нас интересует благосостояние потребителя или страны вообще, потому что мы можем прийти к разным результатам. Да, то есть если мы снижаем цену за счет параллельного импорта, это хорошо для потребителей, но возможно это не очень хорошо для производителей, которые столкнутся с большей конкуренцией в этом случае. Второй вопрос, говорим ли мы в статическом варианте или в динамическом варианте? Да, то есть если мы говорим о возможном положительном влиянии на сегодняшний момент, как это все скажется на конкуренции и на развитие экономики в отдаленном будущем. И третий вариант, говорим ли мы только о своем отечестве, о своей стране, либо о мировой экономике. То есть я хочу сказать, что разные результаты могут возникнуть не только с тем, что у каждой страны своя конкретная ситуация, но и в связи с тем, на основе каких концепций, на основе каких принципов мы будем строить свое исследование и проводить свою оценки. понятное, что в общем и в целом необходимо больше свободы торговли и меньшее количество ограничений. Но, возможно, экономисты будут интересоваться больше национальным благосостоянием, чем глобальным благосостоянием, тогда у нас получатся совершенно другие результаты. Поэтому, прежде чем решать вопрос устранения, либо поддержания ограничения на параллельный импорт, давайте определимся со своими задачами конкретными. Да, я тоже хочу сказать, что в Австралии очень большое количество исследований были проведены. То есть после Соединенных Штатов мы перекинулись на Австралию. И Австралия пришла к следующему выводу. То есть до тех пор, пока правообладатель поставляет достаточное количество товаров на местный рынок, вопрос достаточный, это сколько, тогда будут запрещения на параллельный импорт. То есть если рынок удовлетворен, если рынок насыщен, тогда не нужен параллельный импорт. Если рынок ненасыщен, тогда необходимы параллельные импорты. То есть вы рассматривали международное черпание прав. Да, и честно говоря, мы в данном случае говорили только об авторском праве, и другие права не рассматриваются. Прежде чем мы перейдем к вопросам и ответам, я бы хочу, чтобы все, кто задает вопросы, представляли себя и говорили, кто вы и откуда. Наталья Золотых, вице-президент опоры России. Я отвечаю в этой организации за вопросы интеллектуальной собственности и национального развития. Опора России – это крупнейшая организация поддержки малого и среднего бизнеса в России. Мы тесно работаем со многими федеральными органами исполнительной власти, в частности с федеральной антимонопольной службой. Большое спасибо за то исследование, которое вы провели. Но для нас оно неожиданно, потому что мы не были знакомы, поэтому я с удовольствием изучу то исследование, которое было сделано. Наш подход к параллельному импорту, наверное, несколько более осторожный. Мы дали свое предложение, что с моей точки зрения является безусловно важным. Когда речь идет о том, что на территорию той или иной стороны поставляется продукция, особенно высокотехнологичная продукция, совершенно очевидно следует иметь в виду, что возникает опасность, связанная с нарушением прав третьих лиц на интеллектуальную собственность. Это могут быть не только товарные знаки. Здесь вопрос, по крайней мере, достаточно легко выясняется, есть нарушение или нет при проверке. Речь может идти о предъявлении претензий в отношении нарушения патентных прав. Совершенно очевидно, что когда приобретается товар у производителя, который гарантирует, что он несет ответственность за предъявление всех претензий третьих лиц в отношении нарушения их прав, это одна ситуация. Если происходит осуществление ввоза, предположим, на территорию Российской Федерации другими компаниями, не санкционированные, совершенно очевидно, то встает вопрос, а кто будет нести вот эту ответственность в случае предъявления прав третьих лиц. Но с моей точки зрения, я считаю, что вопросы параллельного импорта, они, безусловно, важные. Но они, опять-таки, по нашему ощущению и пониманию того же малого и среднего бизнеса, безусловно, не являются основными в вопросе защиты интеллектуальной собственности и конкуренции, развития конкуренции и недобросовестной конкуренции. И вот тот вопрос, который есть у меня. Сегодня мы действительно должны сказать о том, что, наверное, законодательство о защите конкуренции делает только первые шаги в отношении прав интеллектуальной собственности, не средств индивидуализации, а именно патентов. И здесь огромная проблема заключается в том, что сегодня у нас есть патент на изобретение, патент на полезную модель, патент на промышленный образец. И сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда действительно правообладатели патентов на полезную модель очень часто выступают как недобросовестные конкуренты в отношении правообладателей на изобретение. Совершенно очевидно, что по законодательству, когда выдаётся патент на полезную модель, проверка по существу вообще не проводится. Я как патентная поверенная с 30-летним опытом сталкиваюсь с тем, что к нам обращаются компании, правообладатели, которые не могут реализовать в России свою продукцию, потому что кто-то имеет уже более поздние даты приоритета, получил патент на полезную модель, которую получить очень просто, поскольку экспертиза по существу не проводится. Но, соответственно, достаточно сложно в соответствии с теми критериями, которые заложены только новизна, прекратить действие этой полезной модели. То же самое, если обратиться к закону о защите конкуренции. Та же часть 2 статьи 14 говорится только о средствах индивидуализации. Но, опять-таки, наш большой опыт показывает, часто идет регистрация товарного знака. Параллельно на имя другого лица идет регистрация того же объекта, как промышленного образца. То есть я хочу сказать, что вот в этом поле очень много еще не урегулировано на уровне законодательства. И, соответственно, компании, бизнес испытывают очень сложные проблемы. И на самом деле это крошечная часть тех проблем, которые мы хотели бы донести. Был подготовлен большой материал и на имя Шувалова, и в отношении разговорничения функций. Ну вот, это может быть несколько позже, если у меня будет возможность спросить. Но вот в отношении вопросов, связанных с тем же патентом на полезную модель, промышленный образец на изобретение. То есть вот считаете ли вы, что и в этом вопросе необходимо ввести соответствующие регуляторы для того, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию и, соответственно, обеспечить добросовестную конкуренцию и защиту интеллектуальных прав для инновационного, прежде всего, развития инновационных компаний? Можно ответить, попросить вас ответить на второй вопрос? Да, и потом я вернусь к другим участникам. Тема параллельного импорта, она действительно бесконечная. Хорошая иллюстрация этому явились выступления нашей гости из Соединенных Штатов о том, что даже только в одной отдельно взятой судебной системе США палитра взглядов на проблематику параллельного импорта, она широчайшая. И вот этот компромисс, о котором сейчас сказал Игорь Юрьевич, я считаю, что это не просто компромисс, а это по-настоящему блестящий компромисс, защищающий, с одной стороны, интересы правообладателя, а с другой стороны, тот инструментарий, чтобы не сглазить, чтобы все хорошо прошло через правительство, который действительно будет стимулировать инвестиции в отрасли материального производства России. И явится не просто какой-то отдельно взятой механистической локализацией, а импортозамещением со всеми отсюда вытекающими положительными последствиями. А практический комментарий в том, чтобы с учетом той интеграции, которая проводится в рамках таможенного союза и Евразийской комиссии, очень важно, чтобы наши партнеры по таможенному союзу, их законотворческая деятельность в этом направлении была синхронизирована с нашими усилиями. Чтобы нам, не дай бог, случайно как-то не оказаться в такой квазиизоляции, вот как, может быть, в каких-то аспектах оказывается в регулировании параллельного импорта Евросоюза. А говоря о недобросовестной конкуренции, о том, что сказал предыдущий выступающий, может быть, стоит пожелать, чтобы 14-я статья закона о защите конкуренции, может быть, стала более зубастой, и она работала в тандеме с новой редакцией, возможно, 178-й главы УК. Да, и то, что будет криминализирована недобросовестная конкуренция, на мой взгляд, ничего страшного нет. Наоборот, это будет борьба с общественно опасными явлениями. Спасибо большое. Я хотел бы спросить, есть ли у нас кто-нибудь из выступающих, кто хотел бы прокомментировать данный вопрос. Алексей. С нескольких моментов просто затронуты были. Я хочу прореагировать на то, что сказал профессор Жени относительно методологии подхода к исследованию проблем параллельного импорта и прореагировать на вопрос Андрея Генща, Ститка и коллегии Запора России относительно значимости вопроса параллельного импорта. Проблема параллельного импорта, безусловно, не является единственной внутри проблематики соотношения конкуренции и институтальной собственности. Почему мы её вытаскиваем? Потому что она позволяет ярко очень осветить эту проблему. И на ней можно протестировать очень многие заблуждения, которые присутствуют в отношении этой проблемы, проблемы соотношения института и институтальной собственности и конкуренции. Поэтому очень важно, чтобы запустить дискуссию, вам нужен таран, правильно? А вот эта тема, эта тема таран, интеллектуальная таран имеется в виду. Потому что более ярко, чем на ней, проблема мистификации института интеллектуальной собственности пока не проявляется. Но, конечно, и проблема отношения патентной защиты и конкуренции очень важная тема. И мы, кстати, сталкиваемся с ней, работая с коковскими компаниями-резидентами, которые пытаются выйти на международные рынки, постоянно слышим о том, что патентное законодательство в США в отношении, например, программного обеспечения очень неблагоприятно для российских компаний с точки зрения именно недобросовестной конкуренции. То есть знаменитый троллинг, там дело Apple против Samsung, очень пугающее для малых начинающих компаний, а поскольку рынок США огромный и очень привлекательный для разработчиков программного обеспечения, то, естественно, заинтересованность в том, чтобы вопрос решался как-то более позитивно для малых начинающих компаний по более эффективной конкуренции в этой сфере, с меньшими издержками для бизнеса. Он очень важен. И здесь мы переходим к методологическому вопросу, который задел, затронул профессор Жени. Нам действительно в разных ситуациях очень важно понимать, для чего мы регулируем те или иные отношения, для каких целей, и в какой парадигме мы находимся, ценностной и инструментарной, если угодно, в каких условиях институциональных мы действуем. Вот в отношении институциональной собственности, когда принималось законодательство о запрете параллельного импорта, действовали не на глобальном уровне, то есть никто не учитывал увеличение или уменьшение глобальных выгод или потерь, а исходили из интересов, в общем-то, достаточно ограниченного круга субъектов. Это эксклюзивные дилеры, сети, которые развивались в то время, и иностранные правообладатели. Иностранные – те, которые приходили в Россию, то есть крупные правообладатели, продающие в России свои товары. Достаточно понятный калькулус, то есть вы имеете, с одной стороны, интересы малого, среднего, российского, инновационного в данном случае бизнеса, потому что мы действительно не делали исследований всех российских компаний, потому что внутри малого и среднего бизнеса есть разные. Мы отвечаем за свой сектор. На этой поляне конкретно присутствуют компании, в большинстве своём недовольные режимом запрета параллельного. И мы говорим, когда мы оцениваем этот режим, мы исходим из интересов российской экономики, российского общества, развития российского общества. Если мы перейдём на режим оценки глобального воздействия запрета или либерализации режима параллельного импорта, то нам надо очень многое взвесить. То есть нам надо понимать, что такое российская экономика в глобальной экономике, как глобальный режим работает с точки зрения перераспределения благ. И вот здесь, вы знаете, мы готовы к этому и пытаемся подойти к этой проблеме, к этому вызову. И здесь мы даже вынесли на своё исследование цитату из профессора Джозефа Стиглица, лауреата Нобелевской премии, который сказал довольно яркую вещь, глобализация – это один из важнейших вопросов сегодняшнего дня, и интеллектуальная собственность – это один из важнейших вопросов глобализации, особенно учитывая, что мир движется в направлении экономики знаний. То, как мы регулируем и управляем процессом создания и доступа к знаниям, имеет центральное значение для успешного функционирования новой экономики, экономики знания и распределения выгод этой её работы. На кону как вопрос распределения благ, так и в целом эффективность. И мы понимаем, что собственность действительно на глобальном уровне – это инструмент перераспределения доходов, перераспределения экономических благ – очень серьёзный, важный инструмент. Но здесь мы опять упираемся в вопрос недостаточной защиты конкуренции на глобальном уровне. То есть мы сейчас на уровне международного сообщества предоставили мощнейший инструмент защиты прав правобладателей – ТРИПС. В рамках ВТО этот инструмент действует очень эффективно с точки зрения распространения режима защиты прав правобладателей. Но при этом на уровне ВТО или других каких-то инструментов международного регулирования у нас нет никаких консолидированных глобальных инструментов защиты конкуренции. То есть глобальные картели, глобальные доминирующие компании, использующие инструменты индивидуальной собственности, действуют в свободном от регулирования, от антитрастового регулирования пространстве экономической жизни. И здесь мы не можем исходить из интересов глобальных экономических групп влияния, когда мы запрещаем параллельный импорт, в то же время понимаем, что мы не можем балансировать эти группы влияния, и мы не можем дать должную защиту российским малым и средним национальным компаниям, действуют в этой логике глобального welfare, глобального благополучия. Поэтому мы, естественно, фокусируемся на нашей национальной истории, на национальном правопорядке и интересах российской экономики. То, что сказал Игорь Юрьевич, российские потребители в центре внимания, и у нас в центре внимания российские инновационные компании, и это немало. Потому что если мы дадим рывок российскому инновационному сектору разными инструментами, если мы дадим возможность нашим малому бизнесу как-то развиваться, это уже большая история. Вот такое короткое замечание. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое, Алексей. Действительно, глобальный баланс – это очень важный вопрос, и об этом уже говорилось ранее. Также мне интересно было бы понять, каким образом может быть применим российское патентное право. Я хотел бы попросить моего коллегу, каким образом данное право может быть применимо для решения споров по институтной собственности. Спасибо. Если можно, я три слайда покажу. Сразу второй слайд. А? Да, да, да. Ну, сейчас поменяю. Сейчас идет. Я пока начну для того, чтобы придать больше глубокомысленности тому, что я скажу ниже. Я хочу привести одно сравнение. Если посмотреть на природу любой монополии, интеллектуальной тоже, о чем нам всегда говорят, действительно, иногда, как справедливо Алексей сказал, чуть ли она не свыше вообще данного. И если сравнить это с тем, как в природе решаются вопросы монополии, то иногда бывает удивительный вывод можно сделать. В природе вообще монополии возникают как исключительно временные явления. И если они задерживают, ну, в пищевых цепочках там или где-то еще, и если они чуть-чуть на какое-то время остаются, их сносят такие непреодолимые силы самой природы, вообще сносят, что от них не остается камня на камне. Потому что попытка вот в этом многообразии, да, природы, весь природный мир, я имею в виду не только человеческих существ, то вы увидите, как это работает против монополии. Это очень эффективная система защиты самой природы от монополии. Причем страшная по своим последствиям. Сносят просто самого носителя вообще в ной мир, если он только на какое-то время закрепился там в какой-то цепочке. Вот это по поводу данного свыше, когда я просто это часто тоже слышу, что данные свыше, интеллектуальная монополия и так далее. Общество заинтересовано в том, чтобы общественное благо учитывалось при том, как реализуются права этой монополии. И общество никогда не согласится с какими-то мизантропическими подходами, когда каким-то идиотским соображением человек, изобретший лекарства для лечения детей, вдруг откажется его выпускать или продавать, или подписывать лицензионный договор. Ну, никогда не согласится. Детей надо спасать сегодня. Значит, будет принудительный патент. Ну, естественно, суд должен решать эти вопросы. Неисполнительная власть. Но здесь тоже нужно понимать, что такие вещи, они диалектичны. Если есть эта интеллектуальная монополия, то должна быть обратная сторона медали, какие-то демпфирующие механизмы именно антитраста, в первую очередь, которые позволяли бы сбалансировать ситуацию, иначе революция будет, иначе снесёт непреодолимая сила просто. И только человеческие существа, кстати говоря, в силу того, что существует закон, наше сознание, правосознание и так далее, ещё умудряются как-то защищать тех правообладателей, которые ведут себя как мизантропы. Такие случаи известны в мире. Ну, потому что есть законы, мы законопослушные. А вообще в мире, в природе никто никогда так не делает. Это мы с вами умудряемся только. Я считаю, что это горе от ума, на моём мнении. Если позволите, значит, ну, на первом слайде мы говорим о двух вещах, я не буду уже говорить про параллельный импорт. Хочу сказать, что, конечно же, в принципе, антимонопольное законодательство должно, хотя и в очень аккуратной и деликатной степени внедряться в эту сферу. И мера должна быть очень постепенной, она должна быть очень чётко прописана в законодательстве, она должна говорить только об исчерпывающем перечне случаев, когда это может применяться как некоторые меры такого достаточно серьёзного воздействия, побуждающих таким действием по продаже лицензии. Конечно, речь не идёт о конфискации или экспроприации патентов или каких-либо прав на интеллектуальные собственности, и речь может идти только о продаже лицензии, конечно. И вот интересно, третий слайд, что, конечно же, то, что мы считаем лучшими мировыми практиками, конечно же, во многом уже сформировано на сегодняшний день. Мы же говорим вовсе не о той проблеме, которая только начинается. Ну, скажем, в том же Трипсе есть такие варианты, оговорки соответствующие, которые касаются антитраста. Или, скажем, в соответствующих гайдлайнсах Федеральной торговой комиссии Минюста США, мы тоже приводим этот пример, содержатся такие оговорки. Нам очень нравится японское законодательство по этому поводу. Кстати, в японском законе антимонопольном прямо сказано, что никто и никогда не имеет права запретить параллельный импорт. И там это сразу преступление и правонарушение. Прямо в законе. Вот я бы написал у нас что-нибудь в антимонопольном законе такое, но мне, наверное, не дадут, поэтому будет более мягкая ситуация с этим вопросом. Или, скажем, пожалуйста, четвёртый слайд. Что же мы, в общем-то, предлагаем и что мы можем сделать? Ну, во-первых, я уже упоминал этот вариант, но нужно тоже действовать с этим оружием достаточно осторожно, поскольку правообладатель или эксклюзивный дилер – это стопроцентная монополия на нашей территории, ну, по сути, на нашем рынке. Это значит, что к нему предъявляется всё законодательство о злоупотреблении доминирующим положением. Начиная от монопольно-высокой цены, заканчивая дискриминацией, когда ты продал по разной цене ту же самую партию разным контрагентам и так далее. А за это штраф от 1 до 15% годового оборота. И, собственно, мы как раз и хотим достигать компромисса через поправки в законодательство, нежели применять десятую статью ко всем эксклюзивным дилерам, которые продают в России, почему-то, повторяю, мы знаем сотни таких, сотни таких случаев, в 2, 6 и 10 раз дороже такую же продукцию по аналогии с Европой и Соединёнными Штатами. Как мы должны на это смотреть? У вас есть полная монополия, вы стопроцентный доминант, вы продали в 6 раз дороже, у вас монопольно-высокая цена, идите сюда, пожалуйста, к нам на процесс в антимонопольную службу. И мы так будем делать. Но мы сейчас эти случаи делаем пока исключительно редкими. Именно потому, что дискуссия по интеллектуальной собственности настолько чувствительна для инвесторов, для правообладателей, что мы понимаем, что это, знаете, там в посудной лавке слон. Поэтому мы пока очень осторожно ведём себя и больше на конференциях выступаем, чем это делаем. Но вообще я пришла, пора это делать. Например, в отношении лекарственных препаратов просто неприличная ситуация есть. Когда просто происходит действительно там в разы дороже поставка в Россию тех же детских лекарств, лекарств для больных редкими заболеваниями, в разы. И делается это big pharma, которая, говорит, много денег в благотворительность складывает и так далее. Меня лично сильно возмущают такие вещи. И здесь антитрас, конечно, в жёсткой форме может быть применён, потому что я считаю, что здесь есть такое общественное требование, и оно будет правильным по отношению к нашим потребителям, особенно в отношении лекарств. Есть ещё одна тема. Конечно же, мы очень хотели бы, но пока не вполне понимаем как, чтобы при подписании соответствующих лицензионных договоров там не было чрезмерных ограничительных требований уже по лицензионному договору к новому производителю того или иного интеллектуального продукта. Потому что склонность самих правообладателей подписывать такие договоры лицензионные, когда они не передают слишком много, а по-прежнему держат в руках то коды какие-нибудь, которые знают только они, то специальное оборудование, без которого невозможно решить задачу и осуществить полный цикл производства. Что это за лицензионный договор, по которому нельзя сделать конечный товар? Мы понимаем, что нужно как-то описать именно в антитрестовском законодательстве вопросы, связанные с существенными условиями таких договоров, имеется в виду, чтобы они не ограничивали конкуренцию или в более простом случае не устраняли её. Это тоже тема, которую нужно разработать, она у нас, к сожалению, не разработана. Но тема предудительного патента, она есть сегодня у нас в Гражданском кодексе, и хорошо, что она у нас есть в Гражданском кодексе. Насколько я знаю, по-моему, ни разу не применялась. По моему мнению, пора применять. Спасибо. Спасибо, господин Артемьев. Я думаю, что мы переходим к тому, каким образом конкуренция может повлиять на нецелевое, скажем так, неправильное использование прав интеллектуальной собственности. Естественно, когда мы говорим о чрезмерном ценообразовании применения или не применения антимонопольного законодательства, это вопрос сложный, как вы правильно сказали, вопрос очень чувствительный. У меня вопрос к Фредерику. Есть что сказать по поводу именно применения антимонопольного законодательства? Ну, ничего не могу сказать по поводу чрезмерных цен. Но если говорить о той работе, которую мы делали в Комитете по конкуренции в ОЭСР, то мы действительно занимались этим вопросом последние лет 15, мы организовали большое количество круглых столов с всеми органами, которые занимаются вопросами монополии и конкуренции. И мы уже теперь можем сказать, каким образом эта ситуация развивается со временем. Я хочу сказать, что сейчас между вот этими двумя областями интеллектуальной собственности и конкуренции постоянно нарастает напряжение. Одной из причин, господин Артемьев уже отметил, он сказал, что любой закон должен быть приемлем общественно, должен быть правильным, пригодным. Интеллектуальная собственность становится все менее и менее приемлемой с политической точки зрения. Приведу два примера. Что произошло после подписания ТРИПС в развивающихся странах в течение пяти лет поняли, что они подписали то обязательство, тот договор, который не позволит производить им дженерики, то есть вот эти воспроизведенные лекарства. И они с одной стороны увидели, что растет количество заболеваний, заболевших с ПИДом, так, и они оказались перед дилеммой лечить людей, либо нарушать условия договоров. То есть все вот эти такие общечеловеческие или навязанные принципы, как свобода торговли, могут вступить в противоречие с другими человеческими ценностями. Когда мы говорим о втором примере, то есть о недавнем экономическом кризисе, многие компании не смогли справиться со своими обязательствами по поставке лекарств. Ну, естественно, последствия были не такими значимыми, но мы пришли к выводу о том, что все-таки человеческая жизнь является преобладающей над вопросами обязательного лицензирования и эксклюзивительно лицензирования и тому подобное. Мы сейчас видим страны, которые видят сложность, видят определенные трения между законом о конкуренции и интеллектуальной собственности. государственные органы не только не помогают справляться с этими вопросами, но наоборот в многих случаях делают систему доступа к патентам еще более сложной. То есть существует большое количество стратегий, которые используют и фирмы, и патентообладатели, которые используют либо существующие, либо надуманные административные барьеры, законодательные барьеры для того, чтобы предотвратить доступ к патентам. К нам два года назад обратились сотрудники Европейского патентного бюро и сказали, что мы ощущаем проблемы. Мы видим, что нам специально ставят палки в колеса, что в конце концов мы получим доступ к этому патенту, но через пять лет он будет уже никому не нужен, потому что через пять лет он станет свободным. И это один из большого количества примеров. Второе. Процесс глобализации, с одной стороны, увеличивает количество подобных примеров, и с другой стороны, позволяет легче общаться, ворщаться с ними. С одной стороны, мы понимаем, каким образом получаются инновации, и с другой стороны, экономисты сейчас более и более скептически относятся к правам интеллектуальной собственности, говоря о том, что распространение инноваций послужен глобальной экономике и вообще на благо человечества гораздо лучше, чем используя различных ограничений на распространение интеллектуальной собственности. Вопрос следующий. Патентная система способствует инновациям или, наоборот, блокирует распространение инноваций? Если мы посмотрим на различные патенты в компьютерной сфере, они сдерживают развитие компьютерных технологий или, наоборот, заставляют ученых искать какие-то обходные пути? Я абсолютно согласен с тем, что в некоторых отраслях промышленности нет необходимости получать патенты, потому что главным быть первым на рынке, главным не получить эту бумажку, которая подтверждает ваши права, а первым выпустить свой продукт на рынок. Хотя это относится, конечно, не ко всем отраслям промышленности. И последний вопрос, который мы рассматривали в рамках своего комитета, насколько патенты способствуют конкуренции? Ну, в конце концов, да, конечно, способствуют, потому что они выводят на рынок новые продукты, которые иначе туда бы не попали. И мы уже приводили примеры того, где патенты способствуют конкуренции. Но мы очень мало знаем о механизмах этой взаимосвязи. И экономисты не могут нам четко объяснить, каким образом все это взаимодействует, каким образом все это работает. Если посмотреть на наиболее современные исследования по инновациям, мы практически не найдем ответов на то, что инновация каким-то образом связана или каким-то образом вытекает из патентов. То есть я хочу сказать, что сейчас все более и более широкая оппозиция возникает по отношению к патентной системе. И мы все более и более не уверены, что патенты действительно полезны с точки зрения конкуренции, экономического развития. Поэтому необходимо обдумать и рассмотреть этот вопрос еще раз. Есть несколько направлений такого рассмотрения. С одной стороны, отраслевая система интеллектуальной собственности, то есть зависимость ограничений по интеллектуальной собственности в зависимости от отрасли промышленности. То есть есть сектора отрасли промышленности, которые полностью зависят от инноваций, есть те, в которых путь от нововведения до реализации на практике требует прохождения нескольких лет. Поэтому я думаю, что должны существовать вот такие специализированные системы управления интеллектуальной собственностью. Второй вопрос. Система должна ли находиться под управлением органов, регулирующих конкуренцию и патенты? То есть мы должны ли мы расширять конкуренцию или наоборот ограничивать ее? Мы в международных судах встречались с достаточно сложными случаями, потому что иногда патенты выдавались таким образом, либо таким держателем, для которых это было не благом, а это было наоборот отрицательным явлением. Если существует такая всеобщая договоренность по интеллектуальной собственности, как ТРИПС, то у нас нет аналогичного соглашения, аналогичного договора по конкуренции. Но прежде чем мы начнем предпринимать какие-либо шаги, необходимо фактически выявить, фактически решить, доказать на практике воздействие на конкуренцию. Если мы вернемся, допустим, к отрасли мобильных телефонов, то, что происходит сейчас между Samsung, Nokia, Alcatel, это в основном формальные, это в основном судебные процедуры. Мы не говорим о том, действительно ли это инновация или нет. Мы говорим о том, нарушены были ли процедуры или нет. То есть мы должны смотреть на принципы использования патентного права, посадить вместе органы, регулирующие конкуренцию и регулирующие патенты, заставить их поговорить друг с другом и, возможно, перейти, или, по крайней мере, достичь общей договоренности, общего соглашения о конкуренции или, по крайней мере, определиться, куда мы идем. То есть какова наша конечная цель? Спасибо большое, Фредерик. Вы действительно подняли большое количество вопросов. Я бы выделил три. Первый – это экономический анализ прав интеллектуальных собственностей. И я Андрею хочу просить прокомментировать по данному конкретному вопросу, потому что он этим занимается в Российской Федерации. Второй вопрос – это такие специализированные отраслевые права интеллектуальной собственности. Насколько это полезно, насколько это реалистично? И я бы хотела попросить госпожу Новоселову об этом поговорить. И третье – это взаимодействие между организациями, между властными органами, то есть патентными бюро и ведомствами, которые занимаются конкуренциями. И в данном случае это, наверное, открытый вопрос. Давайте начнём с Андрея, то есть права интеллектуальной собственности. И сразу на третий слайд. Я в целях экономии времени сразу начну с… Я должен управлять? Третий слайд. На самом деле проблема интеллектуальной собственности хорошо вписывается в такую глобальную концепцию, которую разработал один из нобелевских лауреатов по экономике Даглас Норд, который насчитал всего две экономические революции в истории человечества. Первая, когда сформировались права собственности, и вторая, которая насчитывается около 200 лет, когда начали формироваться, как бы нестинализироваться права интеллектуальной собственности. И поэтому, когда мы говорим об интеллектуальной собственности, не следует забывать, что вообще мы находимся на этапе, когда вписаться в общую тенденцию включения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот, который решающим образом влияет на ресурсообеспеченность населения, в конечном счёте на экономический рост. Ведь экономическая история показывает, что на самом деле устойчивый экономический рост – это история совсем недавняя, это 200, ну, 250 лет, и охватывает она несколько десятков стран. И очень большая вероятность, что это связано и с использованием результатов интеллектуальной деятельности, и с развитием конкуренции. Но на самом деле оказалось, что всё не так просто. И вот здесь я перевёл совсем короткий список авторов, которые так или иначе занимались вопросами интеллектуальной собственности, экономики интеллектуальной собственности, а также интеллектуальной собственности и конкуренции. Ну, здесь в числе таких корифеев – это Махлоп, прежде всего, Эрау, Нортхаус, кто их не знает. Но выяснилось, что в экономической теории нет такого простого консенсуса относительно того, как связана интеллектуальная собственность, права интеллектуальной собственности и конкуренция, как связана интеллектуальная собственность и инновации, как связана конкуренция и инновации. И на самом деле одна из иллюстраций – это статья пятерых авторов, которая показывает, что по мере роста конкуренции, замеренной специальным образом, сначала интенсивность инновации растёт, А после достижения какого-то максимума при повышении конкуренции она снижается. Правда, там фокус состоит в том, что эмпирически померить вот этот оптимум крайне проблематично. Постфактум можно, но когда нужно принять решение, вот это, к сожалению, современные методы эмпирического анализа не дают возможности. Но я хотел бы обратиться к проблеме экономики балансирования антитраста и защиты прав инвестициональной собственности, как бы, заземлить именно на Россию. Потому что понятно, что есть проблема глобального компромисса, когда есть глобально защищаемые права интеллектуальной собственности, а глобальной антимонопольной политики нет. И на самом деле, когда мы пытались разобраться в прошлом году с этим вопросом, у нас даже есть специальная статья в вопросах экономики, 9 номер, выяснилось, что шансов на то, чтобы она когда-нибудь появилась, очень мало. Мы в этом плане скептики, скорее всего, и никогда и не будет, этой глобальной антимонопольной политики. Потому что это хорошо описывается в модели дилеммы заключённого, там всё оказывается очень непросто. Поэтому я перейду всё-таки на национальный уровень и обратиться к вопросу, так всё-таки распространять антимонопольные запреты на объекты интеллектуальной собственности в российском законодательстве или повременить. И речь здесь идёт не о 14-й статье, а прежде всего о 10-й и 11-й статье закона о защите конкуренции. Мы многократно вскользь об этом говорили. Я постараюсь более детально показать, что изменения, которые кажутся улучшающими положения, в том числе и пациентов, которые страдают от недоступных лекарств, и, может быть, неполученных продуктов, которые произведены с помощью использования результатов институтальной деятельности, что здесь история гораздо сложнее. И что, когда мы хотим получить краткосрочные результаты, мы должны понимать, что есть ещё и динамическая перспектива. Конечно же, опять же, мы здесь не сговаривать с Игорем Юрьевичем, фактически цитируем одни и те же источники. Я только более подробно написал. Но, конечно же, никто не отрицает, что есть проблема злоупотребления правами на результаты институтальной деятельности. И вот в документе, который подготовлен был в Федеральной торговой комиссии Минюстом, в общем-то, там собраны четыре группы разного рода такого типа нарушений. Но что важно, что все эти проблемы рассматриваются через призму, то, что называется, rule of reason, принципа взвешенного подхода, который критически важен именно для случаев применения результатов институтальной деятельности при производстве товаров, услуг и так далее. В связи с этим принципиальное значение приобретают вопросы стандартов получения информации, обработки информации, интерпретации информации. А на самом деле речь идёт в данном случае об экономическом моделировании. Какие модели и как мы используем для того, чтобы интерпретировать? Так всё-таки в результате мы получаем превращение суммарного выигрыша или речь идёт о менее благоприятных исходах? И в качестве примера могу сказать, что похожие случаи получали очень разные оценки в тех же самых Штатах. Вот известный случай с Кодеком, когда его оштрафовали, и очень похожий случай с Ксеросом, когда компанию отпустили. И на самом деле один из ключевых моментов был тот, вышло за пределы охраняемых исключительных прав компаний или нет. Вот Ксерокс удалось доказать, что не вышло. И поэтому вот это как раз одна из иллюстраций, что в сферах, когда мы имеем дело с исключительными правами, всё не так, как в сферах, где речь идёт о производстве обычных товаров. Возвращаясь к вопросу о том, что же делать с правами на индивидуальной собственности в России, я бы здесь сказал, что простого ответа – да или нет, давайте мы уберём эти исключения и забудем про них, или оставим их навеки вечные, и тот и другой ответ будет неправильным. В одном случае, если мы их сразу уберём, мы получаем, скорее всего, доминант ошибок первого рода. Если мы будем тянуть до бесконечности, то есть мы забудем про эту проблему, скорее всего, мы столкнёмся с ошибками второго рода, когда у нас действительно будут использоваться безнаказанно права индивидуальной собственности, в том числе и в ущерб конкуренции. Поэтому понятно, что здесь нужно понимать, что с этим делать. И в связи с этим очень важный вопрос, хорошо, это в долгосрочной перспективе, а вот прямо сейчас что? И вот здесь как раз, видимо, мы здесь расходимся с коллегами по проекту, я хотел бы обратить внимание, что вот в этом исследовании вы обнаружите разные точки зрения. То есть то, что здесь написано, это несогласованная позиция. Если вы внимательно прочитаете, там как бы они... И мы когда обсуждали вопрос, так всё-таки мы будем формировать согласованную позицию или нет, мы договорились, что этого сделать нельзя. Вот на том уровне знания, на котором мы находимся, этого сделать нельзя. Вот, поэтому, когда мы говорим о краткосрочной... Просто кратко скажу, что мы как раз хотели показать многообразие точек зрения на разные проблемы, для того, чтобы допустить дискуссию. То есть это сознательная история. Да. Почему я всё-таки настаиваю на том, что не надо сейчас трогать 10-ю, 11-ю статью? Это прежде всего... Да, понятно, что у нас не очень хорошо защищены права интеллектуальной собственности. В некоторых сферах у нас пиратирование процветает пышным цветом. Но на самом деле, с моей точки зрения, субъективно, это не самая главная проблема. А самая главная проблема кроется в модели российского антитраста. Вот об этом мы, к сожалению, как бы не говорим специально, применительно к интеллектуальной собственности. На мой взгляд, это принципиально важно. И я здесь хотел бы сразу перейти к слайду, который я назвал так как бы весьма своеобразно. Если мы хотим получить всё и сразу, мы совершенно точно будем получать ничего и постепенно. Я имею в виду, если мы просто вот так возьмём, откажемся от 10-й, 11-й статьи. Почему? Потому что для того, чтобы ответить на вопрос, будет ли польза от отмены этих исключений, мы должны принять во внимание, а как применяются антимонопольные запреты на других рынках. Понимая, что есть ещё и лучшая практика. Потому что, конечно, было бы проще взять нормы того же самого Евросоюза, но нет там никаких исключений для интеллектуальной собственности. Но могу сказать, что экономисты, которые занимаются проблемами рыночной трансформации, хорошо научены горьким опытом импорта институтов. Есть такая теория, которая говорила о том, что давайте мы перенесём запреты или правила сюда, и у нас жизнь пойдёт таким, что она не пойдёт. И на самом деле приватизация, которая была проведена 20 лет назад, она просто наглядно показала, что ничего подобного не случилось. В связи с этим я хотел просто обратить внимание, что есть несколько таких эпитетов, которые без обид. Я просто хотел констатировать, что, к сожалению, в российском антитрасте, в том числе и потому, что не соблюдается баланс между защитными мерами конкурентной политики и активными мерами конкурентной политики, и к этому на самом деле ФАС имеет очень отдалённое отношение, потому что это не его сфера компетенции, активные меры конкурентной политики, или очень маленькая доля. Сложилась такая вещь под названием ползучий регуляционизм, когда вместо того, чтобы заниматься антимонопольным контролем, антимонопольный орган начинает заниматься всё больше и больше экономическим регулированием. А это другие механизмы. Скажем, вопрос о установлении монопольно-высокой цены. Вы думаете, что такой простой вопрос, скажем, если мы отмахиваемся от сопоставимых рынков и используем только затратный метод при оценке монопольно-высокой цены? Можно, конечно, развести руками и сказать, что раз другого нет, но извините, здесь не то что шаг, здесь полшага до экономического регулирования. Дальше – регламентированные торговые практики, которые очень активно обсуждаются. И на самом деле компании некоторые даже радостно потирают руки, что вот, наконец, они найдут тихую гавань, в которой они будут спокойно решать свои задачи. Что это такое? Это тоже экономическое регулирование. На самом деле специальный режим организации биржевых торгов – это примерно из той же самой серии. То есть рыночный механизм, но де-факто это экономическое регулирование. Дисфункциональные нормы я здесь имею в виду, прежде всего, конечно, коллективное доминирование. Потому что, увы и ах, если в Евросоюзе, в Штатах это вообще не применяется, а в Евросоюзе это применяется прежде всего для контроля сделок экономической концентрации. Если посмотреть на практику применения данной нормы в России, то ладно бы, если эти нормы применялись только для нефтяников. Но они же, в принципе, были изобретены главным образом для нефтяников. И на самом деле несколько лет назад, когда внедрялась эта норма, было заявлено, что эта норма не будет иметь широкого распространения. Однако мои коллеги посмотрели, и оказалось, что около 200 дел в самых разных отраслях, которые касаются именно проблемы коллективного доминирования. Но у нас весьма и весьма своеобразная метода интерпретации вот этой конструкции, потому что, оказывается, хозяйствующий субъект может индивидуально злоупотребить в составе коллективно доминирующих хозяйствующих субъектов. Это не заменитель согласованных действий и сговора. Это совершенно особая конструкция. И теперь попробуйте наложить на эту конструкцию ситуацию, когда мы сносим 10 и 11 статью, у нас конкурирующие, скажем, 4 компании со своими брендами, и появляются еще какие-то конкуренты, которые начинают вымогать у этих правообладателей возможность поработать под их брендом, заявляя, что те требования, которые к ним предъявляются, это никуда не годится, это навязывание невыгодных условий. Поэтому все не так просто в этом случае. И, наконец, поскольку я многократно участвовал в разных антимонопольных разбирательствах, к сожалению, можно констатировать еще одну такую вещь, которую и американцы, и европейцы переболели. Это так называемая негостеприимная традиция в антитрасте, когда используются экономические теории, которые враждебно оценивают подозрительные, на первый взгляд, коммерческие практики, связанные, скажем, с ограничением возможностей выбора для контрагента. Это в полный рост работает сейчас и в России. Поэтому я бы был целиком и полностью за то, чтобы расширить спектр антимонопольных запретов на интеллектуальную собственность, понимая, что, конечно же, мы кое-что теряем. Но проблема вот в этом. И, кроме того, есть еще одна вещь, которая абсолютно системная. Она связана с работой административной системы. Если бы можно было, опять же, замкнуть на судебную систему, вот есть принудительная лицензия, есть гражданские правовые отношения, пожалуйста, судитесь. Но ведь работа антимонопольного органа устроена так, что есть физическое лицо или хозяйствующий субъект, жалуется, и антимонопольный орган обязан отреагировать на эту жалобу. Скорее всего, заведет просто дело. И понятно, что при такой системе жалобщику это мало чего стоит или вообще ничего не стоит. И при такой системе оказывается, что добросовестные правообладатели будут непрерывно отбиваться от таких умельцев. Поэтому для того, чтобы хоть как-то оградить, тогда надо придумывать что-то либо в административной системе, либо сказать, что вот у вас есть нормы гражданского кодекса, идите туда и через механизм принудительной лицензии доказывайте, что это необходимо делать. Иначе мы получим то, что я назвал эффект кобры, когда действия, направленные как бы на достижение цели, первоначально вроде бы приводят к краткосрочному улучшению, а потом дают прямо противоположный результат. Как индийских крестьян сначала стимулировали сдавать кобры, и вроде бы дело пошло на поправку, а потом оказалось, что житья от них нет. А ответ очень простой – это потому что их начали разводить. Собственно, вот в этом проблема. Поэтому, когда завершая, я хотел сказать, что для продвижения в этом вопросе то, что нам действительно не хватает, это позитивного знания относительно того, что же всё-таки происходит в правоприменении и в антитрасте, и в интеллектуальной собственности в разных сферах. И на самом деле, чем отличается вот это поле обменов в сфере интеллектуальной собственности в России от зарубежных аналогов, потому что, скажем, я ни разу не слышал от респондентов, что у кого-то есть проблемы с патентами, связанными с установлением стандартов. Хотя это один из хот-топиков за рубежом. Поэтому, видимо, у нас какой-то свой рельеф местности, и сообразно этому рельефу местности, видимо, нужно подбирать баланс. Увы, универсальный баланс этот вряд ли пройдёт. Спасибо. У вас между делом прозвучала тезис о приватизации 20-летней давности. Хочу просто так напомнить, что именно благодаря этому возник рынок, в том числе и рынок объектов интеллектуальной собственности, и на рынке появились тысячи и десятки тысяч объектов. И если брать советское наследие, то это не только шоколад «Алёнка» и папиросы «Беломорканал», коллективный и так далее, но это значимые патенты, в том числе оборонного значения. Это во-первых. Далее, с несколькой неожиданной коннотацией, в вашем интересном выступлении прозвучало методики, которые использует Федеральная антимонопольная служба. Ну, хочу вас уверить, что затратный механизм – это далеко не единственный, который используется в отношении того, какое ведомство в нашей стране и в нашей экономике этим занимается. Но, к сожалению, специалистами по товарным рынкам ни Минпромторг, ни Минэкономразвитие, ни Минэнерго, к сожалению, пока похвастаться не могут. И то, что вы упомянули в отношении буквально как некой угрозы регулирования, приведя в пример торговые практики, здесь я могу сказать, что это ни в коем случае я, как заявляю ответственно, как представитель компании, занимающей доминирующее положение, это не госрегулирование, это саморегулирование. Вот такой комментарий. Я не могу не ответить на эти комментарии, потому что они принципиально важны для дискуссии. Что касается приватизации, значит, это на самом деле давняя дискуссия со времён, наверное, залоговых аукционов среди экономистов. И на самом деле здесь понятно, что мы можем говорить о том, что был создан рынок, но одновременно мы получили проблему перманентного передела собственности. И когда это закончится, никто не знает. И то, что 85% опрошенных считают, что собственность была приватизирована неправильно, это факт. И хорошо, что речь идёт о нелегитимности приватизации, а не просто об оценках её легальности. Поэтому, когда мы говорим, что здесь проблем нет, да есть она, эта проблема. Поэтому, ну хорошо, что создали такой рынок, но могло ли быть лучшее? Есть такое подозрение, что могло быть лучшее? В шестой статье действительно есть два метода оценки монопольно-высокой цены по сопоставимым рынкам в условиях конкуренции и по затратному методу. Но если посмотреть внимательно, как работает второй критерий, то он настроен достаточно жёстко. Таким образом, что у нас получается, либо эти рынки есть, либо их нет. А то, что на самом деле 90% случаев – это как бы серые зоны, и надо говорить о большей или меньшей сопоставимости, вот в этом направлении, в общем-то, дискуссия практически никак идёт. Вот это вот факт. Поэтому получается, что сплошь и рядом читаешь, что либо в явном виде, читаешь, что нет, не найдено сопоставимых рынков, и поэтому мы говорим о затратном методе, либо делается ещё хитрее. То есть про сопоставимый рынок не говорится, но де-факто используются данные по другим странам, как будто бы это сопоставимые рынки. То есть это можно интерпретировать как сопоставимые рынки. Поэтому я не говорю, что нигде никогда это не используется, но, к сожалению, из-за того, что слишком жёстко заточен этот инструмент, связанный с определением сопоставимых рынков, мы скатываемся в регуляционизм по этому критерию. И ещё был третий вопрос. Вы знаете, это история, которую можно интерпретировать как угодно, потому что это как бы ваше заявление, что если вы разрабатываете эту торговую практику, то это ваше саморегулирование. У меня на самом деле очень большие сомнения, что это саморегулирование со стороны нефтяных компаний. Потому что после того, как по ним один раз прокатились, второй раз прокатились, конечно же, они будут кричать, они сами разработали. Ну а как? Как по-другому? Но, с другой стороны, если смотреть на логику разработки этих торговых практик, если посмотреть на бизнес как бы-то как-то некую рутину, ну, конечно же, какая-то торговая практика есть. Вопрос. Регламентированная торговая практика и та торговая практика, которая нужна этому бизнесу для того, чтобы нормально работать, это одно и то же? Если не одно и то же, то тогда вот эта вот регламентированная торговая практика, она нужна для того, чтобы просто, извините, антимонопольная служба просто отвязалась и не предъявляла никаких претензий, может быть, это тоже нормально. Но какова цена вопроса? Если это начинает корёжить бизнес-процессы, если это влияет на операционные расходы, если в конечном счёте это сказывается на себестоимости и на цене, в конечном счёте кто? Платит потребитель? Это одна часть истории. И я завершая, хотел бы ещё сказать про другую часть истории, вновь коллективное доминирование. Если торговые практики, не дай бог, ещё по ценам, начинают разрабатывать компании, которые коллективно доминируют, я ещё раз... Извините, пожалуйста, за то, что я вас прерываю, потому что у нас есть ещё комментарии из других участников нашей дискуссии. по-другому, что вы уже ушли в чисто российские дела. Это важно, чтобы чисто российскую тему не вызывать дальше, чтобы мы вернулись к теме. Аналогию с арбитражным процессуальным кодексом хочу предложить. Там же ведь хорошая поправка. Если довод не отведён, соответствующий противной стороны, то судья вынужден будет признать его считающимся истинным. Вот Андрей Евгеньевич подверг критике всю нашу инновационную в антитрасте технологию. Ну, не всё ещё, осталось немножко. Причём хочет он убить все именно инновации. То есть все те вещи, которые мы считали принципиально важны для прогресса. Это очень консервативная позиция, я отношусь с ней с уважением. Но довод, как в арбитражном процессе говорю, я с вами совсем не согласен. И сейчас не буду вдаваться в подробности, почему. И в отношении коллективного доминирования и так далее. Замечу лишь, что мы практически перестали, а вы пока ещё не заметили, применять затратный метод. Мы практически везде идём, по всем нашим делам центральным, только методом сопоставимых рынков. К тому же, в шестой статье появились ретроспективные методы, появились биржевые технологии, теперь прямо прописанные в законе и так далее. Поэтому, как наш один из самых главных интервьюеров и учёный с большой по этой тематике, вот как раз могли бы посчитать действительно в цифрах то, что мы с вами спорим. И вот тогда вместо разговора про экономику, а это экономика, знаете, я почему-то люблю эту науку, тут кто-то, кого переговорит. Вот в моей физике и биологии, там попробуй. Там тебя сразу спрашивают, формула, цифра, как считал. Теорема доказал, имеется следствие. Вот я хотел бы на этот язык перейти с вами, и тогда мы могли бы поспорить. Но я думаю, что всё-таки тема интеллектуальной собственности и антитраста важнее того, что мы сейчас с вами обсуждаем. Разрешите? Да, президент Нелосово? Да. Может быть, да. Окей, если это точно на этом точке. Позволю одно только замечание, если оно по теме. Я хотел бы, Игорь Юрьевич, спросить вас вопросы по аспектам вашего выступления. Вы сейчас сказали, что антитропольная служба может в теме параллельного импорта действовать, не дожидаясь каких-либо изменений. Может бороться со случаями ограничения доступа к товару, к которому нуждаются, там те же больные дети, скажем. И может действовать и примять меры в случаях, когда цены завышены при сравнении сопоставимых рынков. В этой ситуации возникает вопрос, насколько антимонопольной службе нужно распространение норм закона о защите конкуренции на интеллектуальные права, если уже сейчас существуют механизмы борьбы с классической монополией, монополией на товарном рынке, от которой как раз и зависят эти проблемы. Канал Игоревич, ответ очень простой. Наказать можем, но он потом может вообще уйти. А насильно его сюда пригласить уже не удастся. Поэтому параллельный импорт нам нужен как резервный механизм в этом случае. Поэтому, конечно, мы можем взыскать штраф и объявить эту компанию действующую недобросовестно, которая наживается на наших детях и на всем остальном. Я не хочу говорить политических вещей, но она возьмет и уйдет. Да, и нам не удастся вернуть, и тогда что мы будем делать? По каналам межправ соглашений, опять договариваться, чтобы они опять пришли. Это же нужно как-то сразу сбалансировать. Поэтому если бы был механизм параллельного импорта, то руки у нас были бы развязаны. В виде дискуссии. А если мы заставим такую компанию в обязательном порядке предоставить лицензию на свой патент? Она не уйдет с российского рынка? Я хочу сказать, что случаи таких принудительных лицензий, это все-таки случаи совершенно крайние. Совершенно крайние. Скорее мы бы действовали значительно мягче. Вот одно из предложений законодательных, которые мы до сих пор даже, кстати говоря, не внесли, но обсуждаем, это, например, введение внутрибрендовой конкуренции как обязательного в силу законодательства. Когда, скажем, запрещается для этих брендов эксклюзивное дилерство, скажем, дилеров должно быть не менее трех, не входящих в одну группу лиц, уже у потребителя появляется определенный выбор. Это более мягкий вариант. Второе, конечно, это, как ни странно, Андрей Евгеньевич критикует торговые политики, но ведь когда появляется элемент прозрачности, и ты предоставляешь одинаковые оптовые скидки на один и тот же опт при прочих равных условиях, и делаешь это для всех одинаково, исключая дискриминацию, то уже часть проблем снимается, и все начинают действовать по этим более открытым прозрачным правилам. Как ни удивительно, торговые практики и прозрачность в сфере, для доминантов, конечно, для тех, кто обладает стопроцентной монополией, открывают огромные возможности для уже этой конкуренции и для потребителя. И не надо с топором лезть. И вот ответ на ваш вопрос заключается в чем, почему мы сейчас с топором еще никуда не полезли, с этими нашими монопольно высокими ценами на лекарства и так далее, и так далее, и так далее. Причины в этом. Мы предлагаем дискуссию более мягкое регулирование, вхождение более мягкое. Абсолютно правильно Дмитрий Александрович говорил о том, что переходный период и определенный должен быть разумный компромисс. Потому что еще цена вопроса в том, что ухудшение инвестиционного климата. Нам дальше некуда ухудшать наш инвестиционный климат. Но тем более мерами антитраста это делать, это вообще большая глупость. Поэтому все это вместе в совокупности называется антимонопольной политикой или частью экономической политики, которая приводит нас к тому, что жестких мер не надо. Но определенные прецеденты, точечки, которые сразу не убивают, но ставят в определенный режим, нужны, потому что мы сейчас в правовом вакууме и без правоприменения на эту тему. А законодатель наш пока молчит, как вы знаете. Ведутся дискуссии. Вот еще так пять лет, вот я бы жить не хотел. Поэтому мы должны решиться на относительно небольшое количество, достаточно мягких, но уже практических результатов, как кейсов, переведя это в суды и выслушав мнение судебной системы, приняв его за данность. Это уже неплохо будет. И тем более, что там, вы знаете, что тоже суды принимали очень важные решения. Во-вторых, конечно, реформирование самого законодательства на компромиссной основе. Это два мягких, нормальных, не ухудшающих инвестиционный климат и поступательное развитие страны механизма. Более жесткие меры, ну, я думаю, что они опасны. Они более опасны, конечно. Спасибо большое. Извините, пожалуйста, у нас действительно осталось очень мало времени. Я хочу госпожу Новоселову попросить запрокомментировать и буквально несколько слов сказать по интеллектуальной собственности. На тех проблемах, которые сейчас освещались, и, наверное, вот главная проблема, две главных проблемы я бы выделила вот в этой дискуссии, которая сейчас проходила, одна, я с точки зрения юриста как бы оцениваю, есть ли необходимость в настоящее время вносить изменения в закон о конкуренции для того, чтобы решить те задачи, которые возникают сейчас в связи со случаями злоупотребления правообладателями своими правами. Ну, прежде всего, я сразу бы хотела бы развести две вещи, которые, с моей стороны, в выступлении были немножко некорректно сформулированы. Мне кажется, что, да, конечно, интеллектуальная собственность, во-первых, мне понятия не нравятся, потому что это вообще большая ошибка называть это собственностью. Ну, как бы так у нас иногда мы проскакивает. На самом деле, тут от собственности нет практически ничего, кроме того, что мы это должны защищать максимально. Но идея монополизма здесь заложена изначально, потому что правообладателю, как можно было обеспечить его правами, только дать возможность как бы монопольно какое-то время использовать этот продукт. Поэтому тут вот эти столкновения, они отнюдь не являются новыми. Литературу прочитать у двухсотлетней давности все обсуждали, вопросы связанные с тем, есть ли конкуренция, нет конкуренции, надо ограничивать, не надо. Но я к вопросу, надо ли вносить изменения в закон о конкуренции. Мне представляется, что изменения на сегодняшний день носить не требуется. И это вытекает прямо из вашего вопроса, потому что действующее законодательство, с моей точки зрения, оно позволяет сейчас бороться со случаями злоупотреблений на этом рынке. У нас есть 10-я статья ГК, которая позволяет в данном случае отслеживать эти случаи злоупотребления. Причем в новой редакции статья, там гораздо шире сформулировано понятие злоупотреблений правом, сняты те вопросы, которые в свое время возникали, надо ли действовать в ущерб специально, либо иные случаи подпадают. Мне представляется, что большинство случаев, которые здесь описывались, они подпадают под действие 10-й статьи ГК. Спорно, но тем не менее. Напомню, что Высший арбитражный суд в свое время применил статью 10-бис Парижской конвенции, которая прямо предусматривает возможность борьбы с действиями антиконкурентными, используя права интеллектуальные. Поэтому мне кажется, что сейчас рубить с плеча и вносить такие изменения, это значит создать действительно, как это сказать, напугать. Это напугать, это создать среду, в которой человек, который входит на этот рынок, будет говорить, господи, у них не защищают права интеллектуальной собственности. То есть можно потом и тысячу раз объяснять, что нет, мы защищаем, но это будет такая картинка, которую, в общем-то, очень сложно будет потом исправить. Поэтому я бы не трогала на сегодняшний момент законодательство. Оно достаточно корректно сформулировано и позволяет, где нужно, вмешиваться, в том числе и органам, защищающим в данном случае права потребителей, и все меры для этого в данном случае могут быть предприняты. Но я хотела бы среагировать еще на достаточно интересный вопрос, поскольку он-то выходит за рамки, по большому счету, нашей дискуссии. Это необходимость, в принципе, сохранения системы патентной и необходимость сохранения вот того парадигмы, в которой мы работаем, имея дело с интеллектуальными правами. И, наверное, это не вопрос сегодняшнего дня. Я понимаю, что это вообще вопрос, который должен быть обсуждаем, в том числе на международном уровне. Это невозможно решить в рамках одной страны. Вы можете себе представить картину, если мы в Российской Федерации скажем, нет, давайте мы патенты выдавать не будем, а мы права будем защищать каким-то иным образом. Мы, конечно, будем молодцы, но сказать, что мы окажемся в лучшей ситуации, чем остальные страны, вряд ли мы достигли каких-то положительных результатов. Но то, что здесь есть действительно вопрос, ведь в свое время эта патентная система была создана, ну, можно сказать, практически случайно. Вот в Европе это просто, ну, как бы исторически вот было положение, когда изобретателям вот дарились эти привилегии, да, но в свое время они дарились-дарились, а потом дошли до того, что эти привилегии стали правом, да, право на получение привилегий. Но не факт, что это единственный возможный механизм защиты такого рода прав. А с ним это не факт, как бы могут быть и другие способы защиты. Но тут очень действительно осторожно надо подходить к этому вопросу. Ведь, опять-таки, вспомните, зачем создавались патенты. Для того, чтобы раскрыть информацию об изобретении. Иные способы многие, которые даже на сегодняшний день используются, они эту задачу не решают. А можно ноу-хау, да, ради бога, секрет производства, но ведь тогда никто не знает, что произошло. То есть прогресс не двигается, потому что мы не знаем на основании чего двигаться. Вот Apple что-то там носовал в свои планшетники, а что неизвестно, потому что это секрет производства. Запатентовал, мы хотя бы знаем, что там. Может, и не понимаем, но хотя бы знаем. Поэтому мне кажется, что думать над тем, как дифференцировать систему защиты прав именно в области изобретения, несомненно, нужно. В том числе и с точки зрения сроков, в том числе и с точки зрения объема прав, которые предоставляют патенты обладателям в той или иной сфере, в том или ином секторе. Но мне кажется, что это очень огромная глобальная задача на будущее. На сегодняшний день, возвращаться к той ситуации, в которой мы живем, к вопросам, связанным с отношением конкурентного права и антимонопольного, я могу констатировать, что все те судебные акты, которые мне удалось найти, в том числе европейского суда, европейских судов национальных, они в основном все сводятся к тому, не навредить. Они стараются очень точечно конкретные ситуации рассматривать. И нет какого-то единого. Мы все время защищаем конкуренцию, мы все время защищаем обладателей патентных прав. Всегда это очень конкретное решение, и всегда все время с извинениями, с оговорками, что да, мы уважаем права правообладателей, мы подчеркиваем, но вот в данном конкретном случае здесь все-таки имеет место злоупотребление. Потому что монопольное положение, потому что недоступность продукта, потому что не дает возможности использовать этот продукт тем, кому он жизненно необходим, и это все время подчеркивается, подчеркивается, подчеркивается. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы вот сейчас, кстати, в одной статье, совсем недавно, по-моему, в патентных лицензиях была статья по злоупотреблению патентов, и вот окончание в итоге звучало так. Вот давайте суды сейчас наработают практику, у нас все для этого есть, а мы потом посмотрим, где у нас есть действительно реальные проблемы. И мы обобщим, и тогда мы будем точно знать, что нужно урегулировать, а что можно, в принципе, и не трогать. Я предлагаю показать видео Белоковальчик, который обсуждает последний вопрос нашего заседания. это взаимодействие между различными ведомствами и показывает его идеи по поводу конкуренции и защиты прав интеллектуальной собственности. К сожалению, переводчики не слышат звука видео, поэтому не имеют возможности его перевести. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Эту грамоту мы давно решили присвоить, но только сейчас, в пользу источника, мы смогли приехать в Питер и её вручить. Если можно, я это сделаю. Спасибо большое, председатель Артёмьев. Спасибо всем участникам за участие. Аудитория была очень терпеливая и не жаловалась на отсутствие перерыва, кофебрейка, но сложно было кого-то остановить, поскольку тема была очень интересная. Спасибо ещё раз за то, что вы пришли.